Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов И сегодня у нас по одному из современных календарей 27 октября 2016 года четверг А по одному из старинных 37 день месяца божественного начала 7525 лета третейника Мы сегодня будем говорить в живом эфире о следующей теме Школа родовой мудрости Это общая канва передач А конкретно мы постараемся поднять тему, кто есть русский Вот не удивляйтесь, такая очень интересная, а может быть даже злободневная в чем-то тема Очень об этом часто говорят И автор-соведущий Сурияр нам сегодня попытается с вашей помощью Может быть где-то с моей Ну совместными усилиями эту тему разобрать Итак, здравия тебе, Сурияр Здравия, Алексей, здравия всем радовичам, которые слушают нас в эфире Давай начнем с чего это? Вдруг мы решили поднять тему вот про русскость, кто есть русский И что это такое вообще русский Какие понятия, представления Вот как-то давай так аккуратненько, чтобы никого не задевать Вот войдем в наше, так сказать, плавание Никого бортами расталкивать не будем Ну так, тихонечко возьмем И попытаемся разъяснить эту тему Сейчас сосредоточь, немножко вздохну поглубже Глоток воды Ну да, я заранее приношу всем радовичам, всем слушателям Если вдруг какое из моих суждений не понравится Но задача не оправдываться, наверное, сейчас стоит А попытаться все-таки, к чему мы всегда и приходим Выработать некое общее более-менее понимание того или иного термина А в данном случае термин не простой, а термин ключевой Что мы сами для себя определяем Под словом русский или русское, или русская идея, или русская правда И как в этом ключе мы строим свою жизнь, соответственно Потому что, как показывает практика То, собственно говоря, у каждого человека с одной стороны есть своя правда Но куда бы мы ни бежали, нам все равно правду свою надо сопрягать с правдой всех других людей Если мы в той или иной степени можем это сделать То, значит, и получается правду у нас общая Вот этот элемент То, что мы могли бы назвать русской правдой в той или иной степени Мы сегодня тоже попытаемся разобрать по ходу нашей беседы Я ни в коем случае не пытаюсь никому сегодня навязывать свое то или иное мнение Это, скажу просто, лишь одно из мнений возможных И все, у кого будет созвучие в душе и в сердце Значит, мы о чем-то договорились Если нет созвучия, есть, допустим, противостояние Я всегда открыт для нормальной разумной беседы Для того, чтобы мы, опять же, смогли выработать некую общую базу Некий фундамент, на котором мы можем строить основу нашего события в мире Соответственно Поэтому, а, собственно говоря, сама по себе Передача, она появилась почему? Потому что, как бы, достаточно часто С той или иной другой стороны И на встречах, в общем-то, беседах с людьми Часто очень поднимается вопрос А вот кого мы можем считать русскими Или там, в чем вообще смысл самой русской идеи заключается И как нам в этом ключе находиться А так как я встречаюсь постоянно по стране Бываю, в общем-то, и в северных наших губерниях И бываю и в южных, бываю и в западных, бываю и в восточных Сейчас был как раз в самой дальней восточной губернии В нашей Приморском крае Ну, дальше только Сахали Ну, собственно говоря, там разница уже невелика Ну, и смысл такой для меня Это было, первый раз я был в тех краях В этой местности И для меня было очень интересно Так как все-таки видовская практика В которой я пребываю постоянно Позволяет в той или иной степени Как бы считывать то, о чем говорит то пространство В котором я нахожусь И для меня было интересно Вот условно, вот это понятие Здесь русский дух, здесь Русью пахнет Как он откликается, отзывается на Дальнем Востоке Так, ну и как? Отозвался, откликнулся? Ну, ты знаешь, сначала Как бы, да, вижу, прилетел Но, самое интересное Да, вот, условно, Грегор Московии, там, допустим Псковской губернии, Краснодарского края Ростовской области, Урала Он мне более-менее знаком Но, так, на Урале сейчас не так часто бывает Но, слава богам, родом оттуда Поэтому воспоминания об этом есть у меня Ну, вот, летел с пересадкой в Новосибирске Ну, вот, Новосибирский сел Уже чувствую, как бы, это уплотнение Внутреннего состояния Самый Грегор как-то уже Он не условно такой текучий А имеет какие-то более жесткие нотки Не как давление А просто, вот, видимо, какие-то идеи Которые витают там Они вот уже таковы А когда пересели в самолет Сели уже с Новосибирска Полетели до Владивостока Совершенно четкое было ощущение Что это уже, ну, как бы это сравнить Наверное, с чем Вот, у нас есть такое, наверное, воспоминание Некое о прошлом Что были, вот, как Ермак Были еще там первопроходцы Которые, там, условно первопроходцы Одной из исторических версий Которые шли там по Сибири По Северному Уралу Там пробивались в сторону Китая Пробивали, рубили дороги к океану И вот этот сильный Ничем не сломимый характер Вот это стремление вперед К постижению нового К расширению своего пространства Вот это вот ощущение Я почему-то вот уловил как раз в самолете Что, собственно говоря, летели Наследники этих людей Которые некогда Разворачивали там свое жизненное пространство Поэтому от этого никуда не денешься Потому у нас В просторечии есть понятие Сибирский характер Сибирское здоровье И прочие-прочие вещи Описывающие как раз Направление этой земли Дальний Восток Он находится за Сибирью Но все равно Дорогу туда оторили те же люди Которые начинали Свой путь там на Урале Продолжали в Сибири Продолжали потом на Дальнем Востоке Включая Собственно говоря Империю Чина Где Наши тоже Своё место имели В общем-то достаточно хорошо там торговали И могли отставить свои интересы Вот это что касается Поэтому Когда сталкиваешься с разными регионами С разными местами То совершенно четко Понимаешь Люди говорят на русском языке Там условно С тем или иным Как бы Местным выговором Но Сама по себе Идея не в местном выговоре А все-таки характер От региона к региону Немножко Изменяется И как В общем-то Давно Ученые-антропологи Заметили Что формирование Той или иной нации Того или иного Национального характера Он очень сильно связан С той местностью Где Народ В общем-то Обрел Самосознание И В течение Достаточно долгого времени Там порядка Хотя бы Десяти-пятнадцати поколений И прожил Для того Чтобы Сформировалось Как Один Человек Хорошо сказал Мне понравилась фраза Я там Периодически использую Если в этом месте Есть печать Бога Значит В связи с этой печатью В соответствии с этой печатью Собственно говоря Народы сформируются Мы знаем Какие народы Формируются В пустынных землях Это В общем-то Народы Особо не Взаимодействующие С живой Природой И Им Вот эти Вот Те прелести Которые Не столько прелести А та красота Живой природы Которая для нас Является Первоочередной Почему мы Природу В общем-то Всегда называем Матерью Потому что Знаем Что мы Из природы Из этой Вышли Своими телами Духом От Отца Прародителя Рода Всебога Проявились В мире И точно так Поэтому Сейчас Нахожусь На донских Землях Это земля Степная Эта земля По Как бы По поздних В поздних Временах Называлась Землей Казаческой Потому что Само название Казак Оно все-таки Не так Давно Получило Широкое Распространение Собственно говоря Там порядка Пятисот Шестисот Лет Просто А до того Как бы Самоназвание Народа Было И Черкассы И еще Несколько Народов Которые Собственно говоря Приняли Как Сословное Для себя Определение Казаки Стали Вот именно Стали На порубежье И уже Охраняли Или там Защищали По мере Своего понимания Возможности Основное тело Руси Здесь тоже самое Сформировался Характер Так как Ой ты Степь Широкая Как песня Поется Точно так же Есть определенная Широта И прямота Взгляда И Собственно говоря Умение Собраться В каком-то месте И стоять И против врагов И наступать И все прочее И перемещение Достаточно легкое Потому что В противоположность Определенная Не противоположность А в дополнение У нас Та Северная Русь Где Московская область Та же Нижегородская Владимирская Ярославская Это все Как С древности Называется Русь Залесская Русь Которая Жила в лесу И собственно говоря Отсюда И начиналась Выход И это продолжалось В общем-то Не одну сотню лет И даже Мы можем Достаточно смело Сказать Наверное Не одну тысячу лет Потому что И Угорские племена И славянские племена И Готские племена Они перемещались По всей этой территории Если мы Немножко копнем Чуть глубже И Свой взор Устремен Туда Где собственно Горяч является На самом деле Сердцевиной Нашей земли Это земли Северного Причерноморья Если Как бы В той Доступной Исторической схеме Которую нам Предлагают Разобраться Хотя бы Немного Мы смотрим Что практически В одно время Там были И Скловины Анты Которых Принято Большинство Большинство Историков Относит Именно К славянам Вандалы Были Несколько В ином месте Но смысл Такой Что Как бы Первое Очередно Наиболее Доступной Глубокой Нам Истории Там Были Скифы Которые Как бы Уже Все таки Большинством Исследователей Однозначно Вполне Признаются Как одни Из Прародителей Русского Этноса Я не говорю Славянского Потому что Славяне Точно так же Как Некий Устоявшийся Термин Он все таки Уже Относится Наверное К Ко второму Тысячелетию Потому что До того Насколько я помню Ни в каких Особо источниках Не определяется Именно Этноним Славяне А вот я говорю Склавины Анты Вандалы Лангобарды Отчасти Тоже там Кто-то пытается Их Просто много Народов И мне бы не хотелось Сейчас Путать Наших слушателей Радовичей Излишними Упоминаниями Поэтому мы Пойдем Немного Другим Ключом Так вот Это Северное Причерноморье Значит Самый древний Этнос Который Упоминается В Греческой Истории Собственно говоря С позитивной стороны Это Скифы Они Собственно говоря Великая Скифия Была Достаточно Великая Насколько Мы понимаем Имела Свою протяженность Практически От Дуная До Уральских Степей И на север Достаточно Далеко Следующий Этнос Который На этой же Земле Появился За ними Это Были Сарматы И собственно говоря Как все историки Говорят Они пребывали В достаточно Плотном родстве И языки Их Были В очень Большой степени Схожи И собственно говоря Именно тогда Уже где-то В каких-то источниках Начинает Мелькать Слово Русь Русколань И Похожие Сочетания Которые Собственно говоря Притягивали Не притягивали Все-таки Они имеют Под собой Некое Основание Почему Сама по себе История Она изначально Нам говорит Что Был Северный Извод Руси Который мы знаем Примерно С девятого века И был Южный Свод Руси Который Собственно говоря Как Легендарный Князь Буз-Белояд И после него Князь Белсама Которые В общем-то Жили Уже Своими Влеменами И Были В общем Большей частью Кочевниками Еще до земледелия Дело в то время Не дошло Но это до Начала Нашей эры И собственно говоря До Третьего Наверное Века Нашей эры Поэтому Значит Получается Скифы Сарматы Племена Руссов Они Жили на Одной Территории Соответственно Постоянно Вступали В какие-то Боевые Союзы Выступая В то же Время И римлян И отражая На атаке От всех Прочих Племен Потом Как бы Часть Сарматских Племен Выделилась Как Аланские Племена Собственно Горя По Тем Изысканиям Которые Сейчас В этом Направлении Делаются Как бы В эти же Аланские Племена Точно так же Входили И русы И сарматы И частью Скифы Потом Как По Исторической Версии Была Какая-то Условно Заварушка Между Скифами И сарматами И собственно Скифов Уже Раздробили Как отдельное Государство И те Кто остались Уже вошли Как правило В роды Сарматов И сарматская Русско-оланско-сарматская Держава Образовалась Это где-то Второй Наверное Начало Третьего Века Нашей эры Собственно говоря Она была От Урала Где-то От Оренбургских Степей Вот где-то Маркаим В тех И до Собственно говоря До Днепра Практически А на север До Практически Тульской Наверное Нынешней области Она Потому что Крепости И там Взаимодействие Там где Не было Особо леса Там где Было Там где Можно было Пасти Лошадей Там собственно Горя Была Сарматская Держава Они Как бы Готы Готы Точно так же Проявились В это время То бишь Какая-то Из племенных Союзов Точно так же Там До нашей эры Там Империя Гермонариков Которую И вошли Потому что Империи возникали Но жили они Как правило Недолго Редко Какая Империя Кочевых народов Жила там Хотя бы Сотню лет Поэтому Вот этот Калейдоскоп Событий И изменений Он нам был Показан В том ключе Что все эти народы Жили Как Ну вот Если мы смотрим Хронологически Что все эти народы Жили в одном месте В одно время И как-то С друг другом Мирно существовали И в истории Есть да Империя Ну не империя Скажем так Большое государство Сарматов Большое государство Скифов Большое государство Готов И все это На протяжении Двух-трех веков Потом После гуннского Нашествия Это у нас Триста Там Нет Четыреста Алексей Не помнишь Там По гунной Сыне Просто сейчас Точно тоже Боюсь как-то говорить Ну в общем В Тевре Примерно в Тевре Ну вот собственно Нашествие гуннов Которые Разбили Сарматов Перед ними Были опять же Авар Аварский Каганат Который Который Собственно Горем Был Достаточно Велик Но Как В старых летах В летописах Написано Не осталось От обри То есть От товаров Ничего Ни слова Ни людей Ни воспоминаний Потом Как сказать Вот это В Испании Есть Область Каталония И как бы Все в общем-то Полне однозначно Определяют Это Гот Аланья То бишь Готы и Аланы При Черноморской Степе Часть С племен Ушла туда Собственно Горя Это Часть Точно так же Прародителей Наших Народов Или нашего Народа Который Мы живем Они Часть Ушла туда Потому что Все Переселение Народов Как мы понимаем Часть народа Уходила Осваивала Новые земли Часть народа Оставалась Потому что Липас Потому как Даже Климатологи Они Делают Достаточно Большое Развлечение Что были Собственно Длинные Периоды С хорошими Дождями И были Периоды Очень Засушливые А если Засушливый Период Соответственно Уже Род на Одном Месте Прокормиться Не может Степь Вытаптывается Быстро Им Приходилось Двигаться Дальше Часть Лансарматов С готами И с русами В том числе По договору В свое время С Римом Еще Древним Они Отправились В Британию Собственно Опять Опять По Как бы Множко Параллелей Вполне Оказывается Что это Все-таки Скифы Которые Часть В свое Время Ушла Туда Потому Что Народ Просто Так Не исчезает Тем более Такой Многочисленный За ними Туда Отправились Скифы Собственно Горя Сейчас Даже Какое-то Определенное Количество Британских Историков Современных Они Выдвигают Версию Как Ключевую Что Основной Герой Английского Британского Эпоса Король Артур В общем-то По происхождению Своему Был Руссом И собственно Горя Подтверждение Тому Есть Один из Недавних Фильмов Король Артур 2004 Года Как раз Деописывается Этот Момент Что Сарматы Со своей Конницей Катафрактари Потому что У них была Конница Наилучшая И римляне Изучали Каким образом Они Умудряются Оборонять Своих Коней Делать Для них Сбрую Собственно Говорят Эти Английские Рыцари Это Потомки Как раз Сарматских Катафрактари В которые Туда Пришли Это Просто Какие Корневые Основы На самом Деле У Нашего Этноса Как он Возникал Формировался И собственно Говоря Не было Там Безусловно Что Тот или Иной Язык Станет Общенародным Как В нашем Случае Стал Один из Как бы Славянских Языков Русских Диалектов Правильно И Какой Либо Из Диалектов Потому Что Что с Кифр Что с Арматы По большому Счету Они были Ираноязычными Это древнее Арийское Наречие Которое Собственно Если мы Начнем Сравнивать То найдем Достаточно Много Общих Слов Надо Учесть Что Те Иранцы Которые Сейчас Живут В Иране Они Говорят На другом Языке Не надо Говорить Так Ну как же Так Русский Язык Там Или Украинский Или Белорусский Что они Схожи С этими Арабами Это Сейчас Они Арабы Арабском Говорят До этого Тогда Говорили Несколько На другом Языке Потому Что Они Персии Фарси Английский Язык Которые Сейчас Они Тоже Особо Не Используют Но Это Достаточно Четко Определено Что Все Так Они Были Иран Язычными После Того Как Эта Поляна Немножко Освободилась Потому Что Готы Саланами Часть Ушла Туда В Испанию Часть Ушла С вандалами В Африку Часть Сарматов С Готами И С русами Ушла В Британию И Собственно Говоря Подтянулась Еще Одна Народность Это Булгары Которые Тоже По Большинству Версий Все-таки Имели Изначальное Раноязычное Происхождение Ну Собственно Говоря По Антропологии Они Ну Кормзина На самом Деле Это Описано Потому Что Вот Этот Плавильный Котел Северное Причерноморье Он Породил Достаточно Большое Количество Народов Которые Собственно И Стали Историческими Народами По Стримскую Эпоху По большому Счету Как я говорю Готы Аланы Обрыв Связи Так Прерывание У нас Какое-то Происходит Ох уж Этот интернет Готы Аланы И на этом Все у нас Прерывалось Давайте Что-нибудь Сейчас Я поставлю Первой Попавшейся И Дальше Попробуем Связь Встановить Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 27 октября 2016 года Четверг По одному Из старинных 37 день Месяца Следующий Сырьяр Наш Товарищ дело, значит, закончилось. Ты, видимо, там продолжал медитировать, что-то рассказывал компьютеру, компьютер похрапывал, и ты заметил, как-то он не реагирует, и, в общем, увидел, что связи между нами нет. Да. Ты иногда поглядывай в экран, мышки там двигаются. Жещеный, не спим. Не спать, не спать. Сложно. Хорошо. Ну, ладно. Я надеюсь, не потеряли мы всех слушателей вместе со связью. Ну, смысл... Но смысл такой. Я надеюсь, попаду в ту конво, о которой я говорил, потому что там подготовлено было, оно и видно. Мне хорошо. Но смысл такой, что да, после того, как Сарматы, часть Сармата сдвинулась с этих территорий, часть осталась, туда пришли булгары. За булгарами, там, смешавшись, видно, в пути с алтайскими какими-то племенами появились хазары, которые там составили племенной союз. Собственно говоря, все эти этносы перечисленные, они как бы поучаствовали в формировании русского этногенеза, и, собственно говоря, Карамзин, как бы мы к нему не относились, он имел все-таки выход к источникам достаточно объемным, которые в конце были часть уничтожены, часть утрачены, он был допущен, и история Карамзина, она хоть и не, как бы, мы не можем ее отнести к, безусловно, верной и исправленной, но вот этот элемент перечисления народов, и, собственно говоря, то, откуда что возникло, у него, я считаю, прописан неплохо, с одной стороны, а с другой стороны, как я сказал, уже прошел там, после переселения народов достаточно интенсивное, прошло, часть Руси Южной сдвинулась туда же, и в Скандинавию, и в Британию, и они разошлись, по большому счету, в Балтии, и прошло там порядка 300-500 лет, вот уже так как земля в Северном Черноморье и Севернее, она была достаточно свободна, вот как раз это время, наверное, максимального увеличения численности тех племен, которые можно было бы назвать славянскими, но слово славяне на тот момент еще не употреблялось, просто те как бы арийские или племена ариев, имевшие еще во многом общий язык, потому что, как мы часто сталкиваемся, что все эти племена никогда не пользовались никакими толмачами при общении между собой, потому что никакого упоминания нет, а все друг друга неплохо понимали, я так понимаю, что расхождение в языках еще было очень невелико, и как бы даже если мы поглядим совсем ближние пределы, то мы видим, что какие-то языки вообще народились лет 100-150 назад, и там 200-300 лет назад никто о них и не слыхал, ну вот. В общем-то ты так аккуратненько бросаешь камешек в некоторые места, которые сказали, что мы очень-очень самостоятельные, мы никогда к вам отошли не имели. Это ты сказал, это не я сказал. Ну, которые народились, примерно, нет, подожди, примерно, примерно что-то вот в том районе, примерно в тех летах это все происходило. Нет, просто, ну, мы пальцем же, мы пальцем никого не указываем. Мы пальцы тыкать не будем, но смысл в том, что, как я ни в коем случае никого не хочу, то не принес, не оскорбить, просто надо понимать, что наша сила, по большому счету, в чем, да, сила, брат, это достаточно хорошо известно, это правду, которую ты можешь сказать самому себе и с ней жить, с этой правдой. Еще всегда объединение по правде, когда мы правду знаем, когда ты ее имеешь право сказать и говоришь, и когда мы еще объединяемся в правде, вот у нас сейчас хватает объединения, у нас все сейчас кричат очень часто, выдавая свои слова за правду, а вот объединение из этого почему-то часто не получается, это наша беда пока. Ну, извини. Да, 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 поэтому я говорю, что в основе нашего события, все-таки наше миропонимание, если нам есть необходимость общаться для того, чтобы нашу жизнь сообща устраивать, значит, мы найдем тот общий язык, который сможет нам эту жизнь выстроить, сообща, и, в общем-то, хоть мы и ценим, и называем святыни свой язык, но я думаю, там какие-то допущения всегда среди людей, делающих одно дело, они могут быть, но это не значит, что мы должны отказаться от правды для того, чтобы испить яда чужой лжи, я думаю, это нам не надо. Я с тобой полностью согласен, да. Это нас приведет к гибели, безусловно, если мы будем идти этим путем, потому что мы уже достаточно много глотков яда за последние лет сто, наверное, сто пятьдесят сделали, поэтому нам как бы хотя бы с этим как-то разобраться, выдавить из себя эту скверну и, в общем-то, начать жить. Да тут не только яд, тут и кровушка наша пролилась достаточно ну, так она ты выпил яда и потерял правду свою и начал уже жить. Кровь, естественно, тут потечет, вариантов других особо нет. Ну, и, собственно говоря, по переселению народов тут у нас есть несколько веков, скажем, не отраженных в большей или меньшей степени в историческом... Так, что-то у нас там опять с компьютером, наверное, происходит. Алло, 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 алло. Как-то нам сегодня не очень везет на связь. Так, напоминаю, друзья мои, что вопросы вы можете задавать в чате Народного Славянского Радио. И пока мы восстанавливаем связь, давайте-ка еще прервемся на музыкальную паузу. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Связь восстановлена. Не буду число называть, потому что только что называл его, так что продолжай. про карамзин, про карамзин. 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 мы поговорили. Так что там можно сейчас продолжить просто тему, что, да, с одной стороны, там много что интересного над себя написано, с другой стороны, имел допуск, доступ к определенным источникам, которые до сегодняшнего момента может быть не сохранились. Поэтому неоднозначно, но все-таки. что касается карамзина, да, история им описана неоднозначно, но какие-то элементы там, безусловно, и источники им используемые, используемые, им были вполне неплохи. Ну, опять же, сейчас отойдем уже от карамзина и посмотрим далее, то, что нам доступно в открытых источниках на сегодняшний день и в той или иной степени там передано по как бы изустному преданию, скажем так. Что, да, прошло порядка 200-300 лет, когда вот сармадские, готские, скифские племена, скифские раньше, там, а готские и сармадские переместились, часть осталась здесь, соответственно, земля освободилась и достаточно большое количество тех племен, которые мы называем сегодня славянами, потому что на тот момент ни самоназвания, ни какого иного названия славянского еще не было, оно возникло, как исторический этноним все-таки позже. Вот, они очевидно, да, потому что святое место пусто не бывает, в течение 200-300 лет достаточно интенсивно на этих землях умножались и были многочисленны, почему, просто вопрос такой, что эти племена, скажем, арийско-славянские, да, потому что это все-таки извод, мы не будем использовать это непонятное словосочетание индоевропейские, так как почти афроамериканские, вот, эти племена все-таки были в достаточно большой зависимости взаимодействия все-таки от Сармат и от Готов и входили в эти большие государства имперского уже плана, потому что Гермонарик создал империю, которая, в общем-то, отражена в истории достаточно большую, которая как раз по большому счету была от Оренбургских степей до Дуная, и, в общем-то, достаточно бодро и яростно он противостоял, если надо было, римлянам, или вступал, опять же, в союз, если надо было, как каких-то других государств, условно, победить. Ну, и, собственно говоря, то, к чему я вел беседу, и там, улетев, как сказал Алексей, в медитации, вот, собственно говоря, и южный извод корневой нашего народа, и северный, который, ну, вот, я говорю, после сарматов уже проявились булгары, на этой же территории возникла Великая Булгария, которая смешалась с дунайскими славянами, часть, когда булгары ушли на Дунай, там появилось булгарское царство, часть славян пришла, наоборот, сюда, точно так же перемещение народов произошло, и, собственно говоря, вот, с пятого по начало девятого века на этой территории было, так, более-менее спокойно, там, с шестого, начала седьмого века себя вполне проявил Хазарский Каганат, который, собственно говоря, все устья рек, все основные водные бассейны взял под свое, как один из способов, не один, а основной способ перемещения товарно-материальных ценностей между севером и югом, из варяг в греки, да, так называемый путь, и, собственно говоря, до конца восьмого, начала девятого века Хазарский Каганат, собственно говоря, всю эту территорию, от Днепра до Каспийского моря, и дальше, до, наверное, Аральского, практически, держал под своей единой дланью. Там, по одной из версий, да, верхушка Каганата приняла иудаизм, собственно говоря, почему Каганат часто относят к иудейским государствам, ну, как историческая ретроспектива, нам говорит, что как раз только верхушка все-таки приняла, и в том же Хазарском Каганате жили и русы, жили готы, жили и сарматы, остатки, просто это было как некое объединяющее на тот момент начало, вот, и противовес ему постепенно уже на севере начала формироваться новая сила под Варяжским ходом, ну, и, собственно говоря, как мы помним, там, и случилось вот это движение князя Святослава, который, собственно говоря, уже отказавшись быть данником в той или иной степени, потому что рюрики по пришествии в Киев все-таки они были, очевидно, в какой-то созависимости, там, полувассальной, полувольной, там, от Хазарского Кагана от этой зависимости, от этого как бы давления, князь Святослав попытался освободиться, и, в общем-то, вполне успешно это сделал, если бы не согласно официальной истории, не предательство кочевников, которые, собственно говоря, на днепровских порогах убили, но, чтобы история немножко по-другому развивалась, ну, как всегда говорят, история не терпится слагательного наклонения, подразумевается, что, вот как оно случилось, так оно и случилось, и как оно пошло дальше, это уже другой вопрос, после Святослава, ну, и, собственно говоря, после Святослава, как мы помним, уже, опять же, Святослав, сын Игоря, и внук Рюрика, и, собственно говоря, воспитанник, к той или иной степени вещего Олега, потому что основной элемент, собственно говоря, как Александра Македовского воспитал Аристотель, точно так же, в общем-то, Святославу передачу большего знаний, там, не напрямую, но опосредованную уже через воевод, все-таки была от вещего Олега, и все, а вещий, это знание, звание практически высочайшее, обозначает человека, имеющего безусловное ведание высшей правды. И, собственно говоря, на сегодняшний день мы вот не можем, к сожалению, пока кому-то поклониться и признать его вещью. Ну, надеемся, что все-таки взрастут в наших родах такие, я в этом уверен, безусловно. Ну, вот, значит, Святослав уже построил достаточно большую империю, уже сокрушив Хазарский Каганат, и вот, собственно говоря, с этого момента, и Русь становится такой уже большой, доминантной державой на этой территории, собственно говоря, русский этнос, как этнос воинский, как этнос, имеющий и силу, и волю, и храбрость, и умение расширял и сохранял свои просторы, и, собственно говоря, в этом как бы он был интересен, мощи, ну, и, собственно говоря, вот, элемент варяжского хода, это, значит, вольно походить по вольным землям, по чужим пограбить, утверждаться, и, собственно говоря, он точно так же был включен отчасти в государственную политику, и Святослав полностью исследовал, собственно говоря, не исключая того, что тюркоязычный хазарский каганат точно так же был достаточно воинственной державой, и все, как бы, достаточно много источников все-таки говорят, что князь, как мы привыкли, он все-таки в Киеве на то время назывался каганом, точно так же, потому что, ну, как мы понимаем, вот, условно, есть какая-нибудь более значимая метрополия, и все, что там в данном случае это достаточно долго был хазарский каганат, и то, что там считается основным, то по вассальным территориям разносится вот точно так же, там, как, подожди, ну, в Саркеле, допустим, сидит каган, то, как бы, если вассал хочет подняться, он, как бы, малый каган, но все равно зовется каганом, но наше это слово кон-язвы все-таки имеет древнее происхождение, оно никуда не делось, оно продолжится, ну, и смысл примерно такой, что, когда Святослав почил и отправился к предкам, его место заняли законы и сыновья, а Владимир был, как бы, направлен на княжение в Новгород, и так как с Новгорода на тот момент никто из князей не хотел особо дело иметь, потому что если здесь они утверждались уже как полноценные владители, то в Киеве все-таки вот эта вечевая республика, она князей приглашала и выгоняла, и потому идти туда князем, которого в любой момент могли уволить, особо никто не хотел. Ну вот Владимир туда отправили как в той или иной степени ссылку, потому что были достаточно большие вопросы, видимо, и на то время по его происхождению, по его праву на княжеский престол. Здесь надо уточнить, что его направили еще при жизни Святослава. Да-да-да. Ну вот это во-первых. По вами князь, как было сказано. Да-да-да, вот, но надо еще учить, что все-таки помимо слова Кагану употребляется еще слово князь, которое Святославу относится, во всех все-таки рукописях, он больше все-таки фигурирует как князь. Каган, да, как этот титул, который доставался ему это просто владитель земли. Да-да-да. Каган, это вот хазарских хан, Каган. Самое смешное здесь, что меня поражает, если под древней рукой посмотреть, опять же, когда вот эти два брата, сыновья занимают киевский трон, престол, то в этом случае интересно, получается вдруг какая-то странная смерть, одного убивают, второго убивают, странно очень все это случается. Вот, и они себя величали, Каган тоже был разгромлен, они себя величали уже князьями. Но когда возвращается, уже не возвращается, а восседает Владимир после их смерти на престоле Киевском, он себя опять величательно называть, просит и требует Каганом. Вот это вот удивительно. Казалось бы, Кагана-то уже нет, уже все разгромлено, уничтожено. Казалось бы, исконно русское бери, он почему-то возвращает. Там он был князем в Новгороде, а тут возвращается, называя себя Каганом. И об этом есть свидетельства очень многие. Ну, почему я говорю, что всегда есть революция, а потом контрреволюция, как бы, по одной из версий, вполне себе имеющих право на существование, что да, так как происхождение он все-таки был Хазарского, если и его воспитал дядя Добран, тоже Добрыня. И, соответственно, задача их была в той или иной степени восстановить Каганат. Ну, как мы знаем, мы знаем, что сама по себе версия народа, придерживающегося одной из древних книг, такова, что они стараются не отступать и сохранять свое во что бы то ни стало, скажем так. Вот у нас, к сожалению, часто не хватает напора для сохранения своего, а у них хватает. И тут вполне возможно, что версия была практически такая же. И вот тут как раз тот самый случай, когда нам следует все-таки обратить внимание на то, что другие народы свое прошлое чтут, они следуют заповедям своих богов и предков, а вот почему-то у нас как-то так получается все мы то забываем, то не хотим, то кто-то нам кого-то другого подсовывает. Не есть, это хорошо, на мой взгляд. Обратите внимание, берите в данном случае пример с других народов, как надо уважать свои поконы, устои, заповеди. Вот это вот хороший пример. Даже, вот что бы ни случилось, все равно мы будем восстанавливать свое. Вот это пример для нас. Мы должны восстанавливать свое. Свое. Продолжай, пожалуйста, извини. Ну да, как я чуть-чуть просто маленькую ремарку, как я говорю, человек, имеющий, не человек, а народ, имеющий свою книгу правды и следующий ей, всегда будет впереди народа блуждающего патьмак своего неконимания. Вот. И наша задача, как бы, свое миропонимание все-таки вывести на свет и в свете этого понимания двигаться дальше. Это вот мое пожелание себе и всем Радовичам. Ну вот. И, соответственно, как сказать, так как к нему были достаточно большие вопросы к Кагану от ведущих и волхвов, и, собственно говоря, никто не признавал его право на престол, потому что оно было получено через убийство родных единокровных братьев, что, собственно говоря, уже находилось за пределом, как сказать, добра и зла и было, ну, как, безусловно, воспринимаемо как неправильное действие. Поэтому для того, чтобы утвердиться, он поискал способ, как даже та, уже не такая значимая и большая власть, которая была в древности, как описывают источники волхвов и ведущих, чтобы избавиться от нее. Он, собственно говоря, решил поменять духовную власть и пригласил для этого уже конфессию византийского толка, то, что мы нынче называем крестьянством. Ну, собственно говоря, с этого и пошла следующая страница, так сказать, не очень хорошая нашей истории, потому что даже археологические раскопки говорят, что не менее трети поселений вот этой в Поднепровской Руси за... Тех времен. Да, тех времен. Не менее трети поселений прекратили свое существование в течение, по-моему, 30 лет, что-то такое. Вот. Ну, и сад... Надо упомянуть, что Владимир очень активно присоединял княжество после конно-киевской Киевский престол занял. Очень активное было присоединение, но те же самые историки, скрипя сердце, заявляют, что, казалось бы, прирост населения должен был увеличиться, там два или три княжества очень быстро присоединил он, да, но при этом получилось так, что... Полоцкое, Черниговское, да. Да, и мелкие там еще были еще. Получилось так, что на самом деле количество-то не увеличилось людей, то есть душ не увеличилось. А куда они делись? Так просто именно прекратили, не то, что уменьшилось количество утварей или еще что, прекратили свое существование, то бишь остались очаги, условно, а само поселение исчезло. Ну да, там где были посады пышные, теперь стоят развалины, люди ютятся, выжившие в землянках, сады вырублены, там много чего, одни обгорелые, если так почитать, в общем там кое-где встречается достаточно живописное описание того, что там потом осталось после вот этого, я не знаю, назвать война, гражданская война, зачистка или антитеррористическая какая-то операция, современным языком как это все назвать. Ну и соответственно, как бы помимо вот этих тяжелых и трудных дел, элемент, я говорю, первый уровень Руси степной, второй элемент развития варяжский, это все боевые, сильные очень воины, уверенные в себе и могущие держать землю и знающие, чего они хотят и они расширяли это пространство, оно постоянно росло. Вот, мы не знаем, что там особо произошло, потому что почему-то история обходит очень интенсивно этот вопрос как бы мимо, что с теплого, обжитого Киева, имеющего достаточно большие пределы на север, на запад, на юг и восток, там в той или иной степени там небольшая угроза была якобы от кочевников, но не более того, почему-то Владимир бросает этот обжитый Киев и едет среди болот в Залезскую Русь рубить новые города. Как бы надо понимать, что каков уровень давления был, что я говорю из обжитого великолепного, красивого, там и большого на тот момент уже города одного из наиболее больших в Европе того времени, перемещаться куда-то в леса, в болото, комарами и всего прочего. Значит, так он насолил жизни, что ситуация повернулась. Ну и, собственно говоря, здесь начинается третий момент формирования нашего русского характера, формирования нашего русского миропонимания и присоединения вот этих уже залезских, угорских земель. И, собственно говоря, вот эти Ярославль, Ростов, Переславль, Залезки, то есть, все Золотое Кольцо, Сузды, в то же время это Меря, Мурома, Чуть, Весь, это все угорские племена, которые точно также вошли в состав русского этноса, полновесные, полноценные. И, собственно говоря, если миропонимание кочевника формируется широтой, возможностью быстрого перемещения и всего прочего, поэтому и быстрое мышление и определенная как бы жесткость жизни, она там есть. Варяжский ход тоже самое подразумевает возможность видеть широкий мир, в этом мире взаимодействовать, ну и, собственно говоря, богатство свое добывать топором и мечом. Это тоже, так сказать, вошло в часть нашего характера. Почему? Как, если кто помнит и знает, что до достаточно долгих времен с Новгорода точно так же варяжские ходы ушкуйники делали там по многим городам и землям. Приезжали, условно, пограбили и с добром возвращались с Новгорода, там делились по задникам и прочее. Ну, смысл такой, что это тоже часть нашей истории, часть нашего характера, мы это четко должны понимать. Собственно говоря, то, что начало казачьего извода, то, что осталось на причерноморских северопричерноморских степях, собственно говоря, точно такой же ход был и кочевой, потому что по разгрому хазарского каганата, так как он был все-таки не моноэтничен, то есть, не представлял собой единый народ, после того, как центральная власть сарки или гена развалилась, вот эти малые народы в том числе и как бы часть славян, часть Руси, они обрели в общем свободу с одной стороны, а с другой стороны вот эти причерноморские сепи с той стороны с того времени. Алексей? Алло. На связи, да? Слышно, да, да. Вот. С того времени постепенно превращается в дикое поле, которым оно и было практически до конца восемнадцатого века, еще почти там тысячу лет, потому что то кочевников выбивали, то туда новые приходили. Это так и продолжалось достаточно долго там, до поздних времен. Ну, и смысл такой, что когда вот эти племена, часть там какая-то очевидна, так как экспансия она не была одномоментная, она продолжалась почему туда и переместить, потому что там естественно уже были опорные какие-то части славянских племен, которые с местными племенами угорскими жили в симбиозе. Уже в той или иной степени были ассимилированы одни другими и эти обратно. Потому что вот этот окоющий говор наверное на севере я думаю все-таки он в большей степени не берусь безусловно утверждать, я говорю это только мое лишь предположение, что не являюсь я безусловным лингвистом или филологом в этом направлении. Что он все-таки обусловлен тем, что два народа смешались, ну вот когда два народа смешиваются и все равно часть языков переходит и собственно гортань у каждого народа в течение долгих времен она формируется под тот или иной язык. и когда он переходит на другой язык, то произношение некоторых звуков все-таки изменяется, нежели было в исконном языке. Ну и постепенно там поколение за поколением вот это отличие проходит. Ну так, поэтому мы условно Вологодский говард знамя ярославский, он особо не отличается, но некий элемент оконя там присутствует, ну это неплохо, нехорошо, просто надо наверное отдавать себе отчет, откуда это взялось. Вот и собственно говоря люди стали частью русского народа и самое интересное, что собственно говоря столица метрополии условно говоря переместилась сюда же. То есть вот эти места стали основой формирования дальнейшего миропонимания и самоосознания русского народа на тот момент как он назывался и соответственно у нас остался южный взвод, остался и западный взвод, остался и проявился вот этот Залецкий помимо Новгородского Северного. Вот у нас четыре линии, которые собственно говоря сформировали тот русский характер, который проявился на то время. Потом у нас наступило следующее время, прошло там порядка двухсот лет и Орда ли, Тартария ли, вот скорее все-таки Тартария на этих землях получила возможность решать свои вопросы. Потому, что то описание, которое мы находим в нынешнем исторических как Иго и все прочее, оно все-таки не совсем соответствует действительности. Потому, что мы понимаем, что как бы на тот момент в этом плане я согласен наверное достаточно большой степени с Георгием Сидоровым, что на тот момент все-таки территория была очень сильно сопряжена, но имеется в виду, что взаимодействие Тартарии и Руси достаточно велико было, и было двуязычие, тюркский язык и русско-славянский язык, мы можем так сказать, которые между собой постоянно взаимодействовали. Ну, просто, значит, какой-то элемент несогласованности произошел, и вот эта Северная Русь, уже залезская на тот момент, она оказалась в большом плотном взаимодействии в одном государстве с Тартарией или с Ордой на тот момент, почему мы как бы понимаем, что Москва, опять же, те земли, которые называются Москвой, вот дьяковская культура, что это тоже угорские племена, которые просто там за 200, за 300 лет до поселения там первых славянских поселенцев почему-то снялись, с места и куда-то передвинулись, ну, значит, была причина, она нам может быть ведома, может быть нет, может быть, историки когда-нибудь об этом расскажут, но условно хронология событий, она более-менее выясняется, ну, и, собственно говоря, вот это созерцание, как бы некая медлительность, ленность, она, наверное, все-таки в нашем характере русском проявилась больше вот как раз после того, как из жарких степных пределов мы переместились туда, где и климат посложнее, собственно говоря, выживать, труднее, взаимодействовать можно только сообща, ну, собственно говоря, тогда наши роды стали на большей степени общинами, чтобы, как сказать, заниматься подсечным земледелием, ну, и, собственно говоря, выживать в достаточно сложной северной природе. Алексей? Ну, ты придерживаешься версии, что к тому уже времени, о котором ты говоришь, Тартария была все-таки более населена не славяно-язычными, похожими по генетике людьми, а все-таки больше тюркоязычными, да? Не, ну, тюркоязычные, как и славяно-язычные, это просто как бы языковая общность, это не общность даже по крови, и Тартария, как она и была, это все-таки на тот момент, не знаю, можно ли это назвать империей, или как-то еще, даже по картам мы видим, что это конгломерат государств, которые, ну, находятся под единым протекторатом, наверное, вот так я бы сказал. Поэтому я думаю, что и как бы самой Тартарии, а не то, что в Тартарии был тюркский язык, а условно на Руси русско-славянский, я думаю, что и там, и там, так как уровень взаимодействия был, вот мы даже, если вспомним шлемы всех витязей того времени, включая Александра Невского, у всех на шлемах арабская вязь, и, в общем-то, ничего зазорного они для себя в этом не видели, потому что тогда такого разделения, там условно это басурманы, а это не басурманы, еще не было. Это потом уже было заложено, опять же, не друзьями, условно говоря, наших народов, а теми, кто как раз стремится все время разделять, забивая к линии, властвовать. Я почему тебя уточняю, потому что это такой краеугольный камень, всегда начинаются такие баталии, а кто же все-таки там Сибирь населял, чуть, может быть, ближе к Уралу или южнее Урала, и одни говорят, ну, что там, монголоидные там были племена, а кто-то говорит, да нет, не монголоидные, кто-то говорит, ну, может быть, там какое-то время были не монголоидные, потом там что-то случилось, может быть, там какая-то катаклизма какая-то произошла очередная, и вот туда пришли монголоидные, поэтому я тебе уточняю, то есть к тому времени, вот давай так разберемся, давай от языка отойдем, к тому времени там все-таки были кто? Ближе все-таки по генетической составляющей русичи, славянские племена или все-таки вот те, ну, я говорю, я все-таки славянские племена, мне немножко это не то, чтобы коровить, просто они, как бы, вот я говорю, само по себе как вот арии, это вот арии, да, ну, вот условно, как бы мы принимаем древнейший извод, вот, но часть из них там стало там тюрками, часть это самый, вопрос крови и языка, потому что очень многие народы, очень многие народы, они поменяли свой язык, не поменяли свой язык в течение, вот, ну, длительности своей истории, потому что, оказавшись под другой метрополией, все равно, условно, есть основной язык межгосударственного общения, он, в конце концов, вытесняет племенной язык, он там где-то остается, где-то не остается, и люди забывают, ну, вот те же самые, Мурома, Меря, весь, там, Мар-2, они же точно так же перешли на русский язык полностью, с угорского, и он для них является сегодня родным языком. Я имел именно вот генетическую составляющую. Нет, генетически совершенно четко, что там, то, что называется, ну, вот, оно может звучит правильно, неправильно, все-таки был белый человек, и был он древнего, как раз, арийского извода, это вот безусловно, потому что даже сейчас мы видим, что монголоидных племен там немного, немного, они не являются там доминанты даже сейчас по прошествии, там, тысячи лет, там, полутора. Ну да, вот почему я это уточняю, потому что у нас же зомбоящики, есть такой волшебный телевизор, вот, и там очень часто, особенно в последнее время, какие-то спорные моменты, на одной, по одной программе одно говорят, по другой другое, мне приходится просто смотреть не за того, что мне нравится, а приходится смотреть, чтобы что-то отслеживать, а чем дышит вообще страна, да, чем дышит мир, что там правду говорят, что неправду и так далее. Так вот, просто якобы там, где вот Куликовая битва произошла, Куликово поле, там открывается большой музей, и там реконструкция проводится, и там есть конкретно русичи, есть конкретно монголы, и там, если это монгол, так уж настоящий монгол, глаза, скулы, нос, цвет кожи, вот такие вот степные, южно-степные, вот, и никто во внимание не принимает, что те же самые карты Тартарии, которые украшены, разукрашены, где приведены иллюстрации, чуть ли не атлас там целый даже есть, то в этом атласе монгола-ликих людей как-то особо не представлено. Одежда больше такая европейская, вот современная, та, которая... Ну, мы же видим это, антропологические изыскания там, по черепу мамая, да, сделаны, батырии, батырии, и европейские лица совершенно, и антропологические выстроены точно так же, ничем от нас не отличаются. Но несмотря на это, все равно продолжают реконструкции делать, что опять эти были какие-то там непонятные племена, которые вот татар-монголами называют, почему татарами, тут тоже большой вопрос, да, кто такие татары, с этого огромнейший вопрос, те, кто занимался тем вопросом, наверное, поймут, в чем этот вопрос, да, и так далее. Монголы опять, которые вообще не знали, что у них многие эти были люди. Монголы говорят, у вас был Чингисхан, да, а кто такой? А кто такой, да, расскажите, очень интересно. Ну, как? Они еще гордятся очень, что у них он был. Вот, в общем, поэтому я тебе уточни, я понял вопрос, ответ понял, благодарю. Вот, и соответственно, как сказать, мы так вот, к чему пришли, что вот у нас есть четыре извода, там, собственно говоря, много ветвей разных родов свились в один и назвались Русью, я говорю. И готы, и сарматы, и аланы, и скифы, и булгары, и часть хазар, и славяне, и угры. Это все вот, что мы зовем сегодня Русью, и это правда. Поэтому, как бы, приношу свои глубочайшие извинения жестко арийцам, вот, все-таки, надо признавать эту, потому что политической нацией, нацией одной идеи мы, может быть, и не стали, но под одним небом, на одной земле, мы уже живем не одну тысячу лет. И, соответственно, мы и есть Русь. Вот, и все. Потому что, кто-то там говорит, вот, условно, только, там, Тверская область может быть чистая. Я говорю, ну, тогда, значит, вот это и есть Русь, а все остальные кто и где? Ну, сейчас же еще тема поднимается, что есть так называемые финно-угры, это вообще к русским отношениям не имеют, там смешали уже и бульдогов, и носорогов, и кусочек мамонта добавили, и все. Вы не русские, вы там не пойми кто, и даже в ту сторону смотреть не хотят. А вот те, которые чисто кровные, они типа вот западнее живут, они такие все правильные, а вы там вообще никто, не звать вас никак. Ну, такие теории тоже выбрасываются. Согласен, теории много частей. Это задача же одна, разделить, вот и все. Поэтому, как бы, кривичи, да, и криво-кривей, это там верховный волф, или там жрец Литвы, и кривичи, да, вот тоже как бы одно из славянских, это балтославяне, потому что смешано это давным-давно, точно так же, как бы в основе вот финны или угры, да, там этот балтийский взвод, да, там как бы в древности исход этот был из Азии, но это там несколько там, ну, минимум 10 тысяч лет назад, когда вот это началось движение. Почему вот этот плац, условно, нам от Якутии до самых дальних балтийских поселений, это все, как, собственно говоря, угорщина. звалась и включая часть Калужской области и Московской области и Новгородская часть, и Карелия, это вот все-все-все оттуда. И, собственно говоря, просто некоторые вошли в большее соприкосновение, частью стали единого русского этноса, часть сохранила себя как вот моноэтническая, ну, вот как Карелы, как финны, допустим, которые не сошли, потому что Прибалты, безусловно, перемешались практически полностью, и гаплогруппы говорили, что там не меньше 30% как минимум, что у латышей, что у литовцев, все-таки гаплогруппы Р1А1, которая является, в общем-то, доминирующей на территории Большой Руси, Украины и Белоруссии. Вот это, что касаемо. Поэтому, собственно говоря, какой характер изначально у нас формировался, потому что тот древний извод, когда еще все-таки большей силой и в правде были ведущие, он прекратился, считаем, в 9 веке с момента крещения. Большая часть всех линий ведущих была просто уничтожена, и, собственно говоря, там описание этих событий, от них, собственно говоря, кровь стынет в жилах, но оно уже прошло, и нам надо жить сегодня, помня о прошлом, видеть свое будущее. Вот, и поэтому как бы вопрос экспансии, с одной стороны, он стоял изначально, защиты от внешних врагов, если в старое доброе время, то роды собирались и ехали на земли врагов, и, собственно говоря, все там истребляли, чтобы оттуда не было уже угрозы по нашим родам. За счет этого мы, с одной стороны, расширялись. Когда проявилась централизованная власть, но она, собственно говоря, как мы помним, на огромное количество уделов разрушилась, потому что над князьями не было уже больше правды. Над князьями не было уже больше правды. И, соответственно, под эту мясорубку бесконечную уже попал народ. государство, развалившись на множество уделов, ослабело, и, собственно говоря, чтобы хоть как-то его сохранить, хоть как-то это, оно попало под руку орды тартарий. Ну, вот так, может, такой термин мы употребим. Я надеюсь, там, невеликие историки просят меня в данном случае. Вот. Ну, и, собственно говоря, с той поры формирования как такового русского духа единого, так как все племена были собраны уже под одну руку не добром и словом, а были собраны мечом княжеским большей частью. Формирование духа как такового, вольного, свободолюбивого, бесшабашного, открытого душой, имеющего как бы силу для борьбы, для противостояния с внешним миром и считающегося для себя великой честью умереть на поле брони, оно постепенно как бы начало терять, потому что точно так же часто использовались наемники с других народов и, собственно говоря, борьбу за свою землю люди вести перестали, а, собственно говоря, чем еще это было обусловлено, потому что не прошло буквально двух-трех веков, то земля практически перестало принадлежать народу, она стала принадлежать князьям, церкви и, собственно говоря, в той или иной степени купечеству, и, соответственно, вот этот элемент, что человек сам за себя отвечает, человек отвечает за свою жизнь и, исходя из этого, строит свое бытие в мире, оно перестало существовать, это лишь вот этот элемент как бы определения себя в жизни с опорой на свое миропонимание, он очень сильно у нас поплыл с той поры, собственно говоря, сейчас самый трудный у нас момент и тяжелый это как сказать добиться добиться ну или как сказать донести до людей мысль о необходимости взаимодействия, потому что только в единстве мы есть сила там говорят красиво и один там в поле воин если ты по-русски скроен конечно звучит красиво но как бы по жизни великих героев которые там противостоят системе успешно ее побеждают я что-то не вижу поэтому тут не вопрос даже противостояния системе вопрос для совместного события и созидания надо вот нам учиться взаимодействовать переходить к общим элементам поэтому древнее наше миропонимание как мы могли бы сформировать до прихода князей да что это были вольные люди которые жили на своей земле чтили своих богов и предков потому что об этом у нас есть безусловная память она до нас донесена и они были в состоянии держать свою землю и передавать ее своим потомкам потому что издревле сказано кому принадлежит земля сия земля принадлежит нашим потомкам во прежде принадлежала нашим предкам они передали нам дабы мы передали ее нашим потомкам вот что чему нам надо и сегодня учиться и на будущее смотреть вот это что касаемо древнего миропонимания поэтому я говорю порядка с 13 14 века вот развитие миропонимания как такового оно закончилось совершенно и собственно говоря ключевой заслон это все таки с момента принятия византийской версии христианства когда самоидентификация национальная она в общем-то потеряла все потому что тех вот те кто является на самом деле вестью единой народа это ведущие они и собирают народ они вот проявляют эту общую идею которая заповедана нашими светлыми предками богами доносят ее до народа и учат жить по этой вести а так как собственно говоря весть напрямую нам доносить больше не дали сам по себе народ к сожалению может в лучшем случае сформировать свой бытовой какой-то уровень более высокие идеи в самом народе и даже если бы проявляются но оформить их и донести до более широкого круга возможности как правило нет вот собственно говоря то с чем мы столкнулись и поэтому на сегодняшний день мы некогда собранные мечом под одной рукой княжеской собственно говоря так и пребываем а начиная собственно говоря с Петра когда вот этот элемент закрепощения когда вот эта родовая линия была совершенно жестко порушена и обрублена вот этим западным влиянием когда в угоду вот этим перестройкам той времены тех времен люди были объявлены собственно говоря расходным материалом и собственно говоря до самых последних времен эта идея никуда не исчезала она так и продолжалась там были какие-то элементы так называемого отмены крепостного права и прочее но сама суть от этого не менялась и даже последний царек он так и писал свои как владетели или как он писал хозяин земли русской ну и соответственно всех холдов которые на ней были поэтому вот в прошлом мы как бы застряли достаточно давно и мы не слились мы не стали духовной или как сейчас говорят там политической нацией нации объединенной одной идеей кроме идеи сохранения своей земли вот эта идея она проходит через все время существования русского и она продолжается до сей поры поэтому нам надо понимать что на сегодняшний день основой нашего события все-таки будет то миропонимание которое мы сможем сообща проявить сообща проявить и в общем-то те которые к нему присоединятся те и научатся взаимодействовать всем остальным придется все-таки либо следовать за ними либо вот уже потерять себя окончательно в потоках времени Алексей согласен с тобой полностью в принципе ты как уже доклад изложил да первую часть ну да ну ты понимаешь у нас не ограничено но в данном случае время оно подразумевает что мы сказали да практически все но я бы хотел как бы с тобой в беседе продолжить потому что я увлекающийся немного человек увлечен увлеченный человек мне кажется здесь необходимо наверное все-таки уточнить что мы рассматриваем древность только ту которая официально дошла все-таки по каким-то летописям рукописям сказаниям и которые хоть как-то но признаны современными учеными которые себя называют историками потому что история вот в том виде как она есть наука и лично я ее назвать не могу наука это все-таки что-то более точное не чтение какой-то публицистики билетристики или все остальное в общем-то что сейчас свойственна истории то есть как кто сказал из умных ему верят на этой основе пишут некоторые романы и получается какие-то исторические исты дальше уже будь здоров и дальше поэтому принцип устроится вся вот эта самая наука в кавычках история все-таки математику или физику или химию по таким эссе трудно сделать сам понимаешь там есть четкие формулы четкие представления законы закономерности и так далее а вот в историю свободно куда дуй туда полетит как бумажный самолетик вот поэтому надо иметь ввиду что наш если это называть современным словом этнос или генетическая или родовая основа она уходит еще более глубоко и вот что там было до тех времен это безусловно я просто уточняю и что там было и как жили наши предки по каким по каким канонам в принципе более-менее понятно потому что что-то вот это вот донеслось но как сами жили какими технологиями пользовались вот об этом мало кто говорит сейчас ученые начинают и энтузиасты раскрывать что были применения каких-то более серьезных вооружений а это означает что технологии были более высокие потом дальше можем рассмотреть что смутное время оно же не только вот там 1600-х годах происходило смутное время оно происходило когда князья друг с другом там устраивали Мочилово племя на племя да почему это произошло почему несмотря на столь великое достояние и какие-то основы жизни устоя почему это все произошло видимо что-то было до этого отбросили нас куда-то или мы сами себя отбросили это уж не знаю и потом потихоньку потихоньку стало что-то восстанавливаться стали вот эти религиозные моменты ты вот сказал приняли византийскую веру а я здесь с тобой не согласен внедрение византийской религии произошло а не принятие ее все-таки на мой взгляд внедрение. Я с тобой соглашусь, конечно, но я просто использую более мягкие термины. Все-таки было именно внедрение, потому что это было политически Владимиру необходимо с той точки зрения. Он был бастардом, он был непринимаем на верховном стуле, на верховном престоле, как владетель всей Руси, но имеется в виду носитель правды. Да, да, а тут получилось, что ему необходима была поддержка, а кто мог поддерживать? А могли поддерживать как раз те ребята, которые имели уже кучу бабла и которые имели влияние в том регионе. Да, Хазарию убрали, Каганат разрушили, все, а вот те ребята еще крепкие остались. Ну, значит, к ним надо идти. А я всегда за тех, кто побеждает, как это в песенке пилось. Поэтому и было внедрение. Это было выгодно, необходимо на тот момент этому товарищу. И вполне возможно, такая крамольная сейчас, может быть, в современном понятии от меня прозвучит, вполне возможно это на какой-то момент позволило Руси сохранить. Может быть. Потому что объединение вот этих всех, перебил он там своих братьев приемных, да, там перебил он там еще кого-то, что-то занял. Но оно позволило каким-то образом, хотя бы в холопском варианте, что-то сохранить. Причем это не только Русь, которая вот лапотная Русь, там, Московия, что-то остальное, это и Киевщина. А что-то Московии-то не было еще. Нет, я имею в виду регион, регион Московии, который сейчас, где Московия. Естественно, что это позже Долгорукий, типа там у кого-то там отжал, да, и сказал, что не построил. Но суть не в этом. Поэтому, может быть, благодаря этому что-то удалось сохранить. Может быть. Вот эти междоусобицы, хотя бы, перестали. Нет, извини, тогда все-таки междоусобица одна из слабых звеньев княжеской власти, что потом-то они уже дошли, что только старшему, условно, передается престол, а всем остальным уже малые уделы. А так на тот момент дробили всю страну на уделы. И, собственно говоря, почему там в 13 веку, кроме, как сказать, битвы между собой, ничего не оставалось. И народ уже, все роды Руси, стали просто заложниками этой безумной песни. А так как суда ведающих не было над князьями, вот, собственно говоря, что у нас и получилось. В общем, как бы то ни было, опираясь на вот эти вот деньги, золото византийские, внедряя новую религию, у него получилось подчинить это все дело. Опять же, история, как ты правильно сказал, не мельцов. Ну, какой кровью? Да, это другой разговор, кровь лилась, понятно. Что бы там было, если бы, можно сейчас пофантазировать, да, что бы там было, если бы Владимир, например, на тот момент не оказался у власти, его бы не поддержали, не направили вот эти вот восточные ребята с определенными носами, да, и с машинами. Не знаю. Но вот что есть, то есть. То есть страшно вещи происходили, но в конечном итоге каким-то образом удалось это все утихомирить, создать рабское такое. Убрали наших волхвов, убрали наших настоящих князей, стали передавать это по наследству, что ни в коей мере не должно, на мой взгляд, было быть, и так далее. Я же начал с чего? Я начал с того, что до этого было более древнее что-то, и откуда вот мы что-то сейчас пытаемся вытянуть. Потому что при Владимире это было вот, опустили, все захватили, кого не нужно порубали, потом дальше это дотянулось там до момента двойверия там каким-то образом пресловутого, потом там это Петр, дружище, с подставной там, да, появившись и так далее. Все это уже современная история. Я начал с того, что была более древняя, где вот как раз корешки-то и остались, мы пытаемся сейчас с них разобраться. По поводу вот, часто спрашивают, а почему такие мощные русичи, почему они вот так сдались, почему они устроили там войны, почему их победили, разгромили, почему византийское войско пришло. И вот тут употребил слово наемники. Мне кажется, это ключевое. Во-первых, перессорили друг с другом, да? Когда появились иностранные деньги, то они давались не просто так за красивые глаза, они давались по туристическим установкам. То есть не давай брату своему ни серебра, ни хлеба, да, там ничего другого, а давай другим народам, через это будешь водить. То есть пришел добрый дядя, мощной, вот у него там есть золото, серебро, он сказал, хотите, ребят, денежку? Держи, но в конце года ты мне дашь две денежки. Ну, откуда денежки-то взять? Значит, у кого-то надо отнять ее, да? И вот началось. У этого, у этого, того, сего. Дальше у тебя денег нет, мы тебя покупаем. Ну и все такое. То есть начались эти раздоры. Мне кажется, очень здесь все понятно. И те, кто понимает, о чем я вообще здесь говорю, то, наверное, поймут, разделят это. Что еще интересно? Вот слово наемники. Ведь Византия, она очень активно использовала наемников. И тем более надо вспомнить, что Хазарь была разрушена, а вот этим товарищам куда деваться-то, да? Это же там, чем было ребят, которые наемники. И они очень быстро ассимилировались, их быстро приняли, взяли на вооружение и так далее. И вот эти вот войски наемников, войско наемников приходят. Опять же вопрос, а почему русичи не сопротивляются? Да здесь все очень просто. Русичи всегда воевали по праве, если есть враг. Вот обидели кого-то, да? Случилось что-то, или кто-то объявляет войну. Понятно, что он чем-то обижен, он идет разбираться, и с ним мы воюем, разбираемся. А тут получается, наемник, мы же его не обижали ничем. Мы с ним не ссорились. И поэтому, когда идет какое-то войско, мы знаем, что они не с нами идут воевать. Мы с ним не ссорились, и у нас вражды с ним нет. Они вдруг достают мечи и начинаются срубить. Потом дальше что происходит? Они забирают наших детей, всех старых перерубили, женщин перерубили, забирают детей, сдают, условно, в монастырь, там их обрабатывают. Через 6-8 лет появляются новые адепты, готовые воевать. То есть наемники – это те, которые не враги. Это просто люди, куда я показываю, туда они идут. Там они ее убивают. Вот что мы сейчас видим? Сирии, там других, да? Казалось бы, обычные гражданские люди. И вдруг раз он начинает тебя стрелять. Вот когда мы там разбирали вопрос по Сирии. Вот примерно то же самое происходило там. То есть приходят, с тобой не враждут, тебя просто убивают. Ни с того, ни с сего. Вот эта вот неожиданность, она была не воспринята, не понята нашими предками. Совершенно не понята. Люди не понимали, почему нас пришли убивать. Они не были готовы сопротивляться, не были готовы сражаться. Вот поэтому вот эти наемнические войска, они очень активно занимали территории и очень, ну так скажем, быстро уничтожали вот те самые поселения, о которых говорил Суриер. Кстати, у нас оборвалась связь, с чем я вас всех поздравляю. Вот переходник в музыкальной паузе. Поскольку нас просили тут про осень что-нибудь поставить, вот я думаю, что бы нам такое поставить? Вот есть ДДТ, что такое осень, и есть ДДТ в последнюю осень. Давайте-ка, наверное, вот прям ткну пальцем и поставлю, 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 поставлю. Ой, ну давайте, наверное, ДДТ в последнюю осень. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 27 октября 2016 года четверг, по одному из старинных 37 день месяца божественного начала 7525 лета третейник. Школа родовой мудрости это череда передач, а в ней мы сейчас рассматриваем отдельную тему, кто есть русский. Автор сведущий Сурияр, вот такой доклад очень интересный он сделал. Стороны, как говорится, высказались, и я тут кое-что такое промяукал по чуть-чуть. И мы, наверное, можем уже переходить к вопросам, которые в чате Народного Славянского Радио появились, и они, наверное, нам уточнят многое, от чего, и отвечая на них, мы, наверное, дадим разъяснение. Или что ты что-то хочешь еще сказать? Я хочу просто немножко подрезюмировать, собственно говоря, то, что условно получилось у меня такое длинное-длинное вступление на целый доклад получился. Но смысл в чем? Примерно, как это вижу я, и для меня это достаточно четко и ясно, что вот тот уровень миропонимания, который был у нас до 7-8 века, или был в начале первого тысячелетия, или там за несколько сот лет до него, скифский, сарматский, аланский, скловенский, русский, он формировался, и потом он замерз достаточно сильно, вот начиная с 9 века. И, собственно говоря, все это миропонимание было заменено христианским вероучением. То есть вся картина мира, которая была родовая, которая была присуща нами, и позволяла нам жить и развиваться, она была подменена вот этой схемой христианского вероучения. Сейчас мы уже, ну, на самом деле, достаточно давно пришли к тому, что данное вероучение, оно все-таки не отвечает всей полноте и всей необходимой, необходимому уровню взаимодействия с окружающим миром и друг с другом. И на сегодняшний день, как я вижу, очень позитивный элемент, что в недрах самого нашего народа, который и до сих пор еще не стал полноценным в так называемом политическом смысле нации. Почему? Потому что у нации должна быть некая, безусловная, идея, которую ее собирает. Именно идея ее собирает, а не рука. Извне с мечом ее сталкивает в одну кучу, как вот до сей поры у нас было. Сейчас должна проявиться наша новая идея, наше древнее, современное, древнее, одновременно современное миропонимание. То, что я бы назвал безусловной русской правдой. И каждый, кто вот эту правду в себя примет и скажет «Я, Русь, я на земле русской, я по правде единой добро сотворяю». Вот по этой русской правде мы, собственно говоря, и проявимся как народ земли Руси. Вот таким образом. Так что дело наше вот эту русскую правду найти, научиться доверять друг другу, а через это потом научиться взаимодействовать. Так, наверное? Ты прям начал говорить, мне стал заканчивать и подытоживать. Мне прям хотелось знаменитый лозунг Великой Отечественной войны. Помните, дело наше правое, ну и так далее. Враг будет разбит, победа будет за нами. Победа будет за нами, вот это главное. Но вся задача определить и проявить русскую правду, потому что нация формируется на земле, нация формируется одновременно и кровью, но все-таки в основе всего я понимаю лежит дух, то бишь одна общая идея об общей правде. Хорошо, на данный момент наверное это такой лозунг или описание или понимание оно приемлемо. Дальше конечно будут какие-то уточнения жизнь не стоит на месте, но во всех случаях на сегодняшний момент довольно емко и точно. Хорошо, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия Сурьяр. Некоторые историки, авторы по тематике Древней Руси указывают, что в трипольской культуре славянских астанках находят детские скелетики с зазубринами от секир и якобы эти действия производили жрецы тех времен для своих кровавых обрядов. Жуть какая. Так же, что у славянских народов были жертвоприношения женским божествам самок животных, а к мужским ликам богов самцов животных. Что скажешь по этому поводу? Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, подобные вопросы, насколько я помню, в эфирах уже были неоднократно. Я не буду воспринимать это как провокацию. Скажу проще. Ну, условно, те или иные племена очевидно делали какие-то кровавые жертвоприношения. Были ли это славянские племена или были ли это неславянские племена? Вопрос сложный с одной стороны. Просто как бы мы все время, в чем наша проблема основная, что мы лекалы сегодняшнего дня, сегодняшней морали и нравственности пытаемся натянуть на ту древность, когда и отношение к жизни, и отношение к смерти, оно было совершенно другим, и никаким образом не трактовалось через христианский догмат или еще какую-либо вероучительную книгу современного толка. поэтому на сегодняшний день мы понимаем, что в этом нет необходимости, но во множестве древних источников подобное есть. Точно так же, если даже брать христианскую конфессию, то количество человеческих жертвоприношений во имя конечно там не поддается никакому описанию. А то, что находят там зазубленными или еще что-то, мы знаем, что предки наши были с одной стороны не лыком шиты, и они не были безусловно доброхотами, потому что в то жестокое именно жестокое время выжить можно было только как бы противопоставив жестокости врагов, свою жестокость часто еще более большую. И это тоже не надо просто тешить себя иллюзиями, что мы такие добрые и цивилизованные, как показывает практика во всех каких-то закрытых сообществах при более-менее сильном внешнем воздействии вся эта шелуха так называемой цивилизации слетает в три мгновения с человека, и перед нами остается только зверь. Поэтому не надо себя тешить иллюзиями, что мы там намного продвинулись и стали такими человеколюбцами, нежели были наши предки. Наши предки старались жить, выживать, себя сохранять. Это была основная их идея, основной принцип их миропонимания. Они знали, что если придет ворок, детей убьет, мужчин убьет, женщин заберут, полон и прочее. Вот и все. И все на этом начиналось и заканчивалось. Поэтому если ворок появлялся где-то на окраинах или что-то еще, то никто с ним никогда не миндальничал. И на поле брани погибнуть до сих пор считается великой возможностью зайти сразу на высшие миры. Всегда мы рассматриваем ту версию, которую нам кто-то вбрасывает, но не рассматриваем то, что может лежать на поверхности. Во-первых, рядом с черепами детей, на которых якобы или кости детей, якобы на которых обнаружены следы от секир или от мечей или что-то еще, какие-то зазубрины, находят также и взрослые тела, взрослые, кости взрослых людей. Поэтому я нисколько не исключаю, что это могли быть захоронения тех, кто погиб при каком-то вражеском нашествии. Это во-первых. Во-вторых, это может быть тот вариант, что по каким-то причинам кто-то, опять же, что говорил Сурияр, кто-то там пришел, нужно было просто чем-то отомстить. Вариантов огромное количество. И говорить о том, что это были именно кровавые жертвоприношения, я в данном случае не склонен. На мой взгляд, здесь все очень банально и просто. Пришли вороги, порубили какую-то семью или несколько семей, и их захоронили по каким-то своим обрядам, которые были в тот момент. не получилось, что детские захоронения здесь, мужчина здесь, женщина здесь и так далее. Это, на мой взгляд, более просто объясняется. Дальше, ведь, опять же, ученые не могут объяснить, а почему вдруг трипольцы ушли, оставив свое хозяйство в неприкосновенности. Как оно было, так вот просто взяли и ушли. Да, все оставили. Давайте тогда подумаем, а может быть, они не ушли, может быть, их ушли. Вот просто пришли вороги, все порубили и так далее. То есть, вот если вы следуете только той версии, которую вбрасывают ученые или неученые, или враги, или еще кто-то, или, может быть, друзья по незнанию, то в этом случае вы будете крутиться вокруг этого всего, а вы чуть-чуть в сторону посмотрите. Там же могут быть бытовые моменты, там могут быть военные моменты и так далее. И не надо все привязывать к какому-то жертвоприношению. Опять же, там по поводу жертвоприношения самок или самцов, ну давайте опять же отталкиваться от того, что даже в описаниях скандинавских описаниях указывается о том, что были разные племена. Были племена асов, где порядки были совершенно другие, нежели чем у ванов. То есть, ваны могли брать в жены своих сестер, асы никогда на родственниках не женились и за мужа за родственников не выходили. Ваны могли делать вот это, а асы никогда этого не делали. Поэтому, если мы учитываем, что были разные племена и о чем указывают опять же и скандинавские и другие писания, то у них были свои обычаи. И поэтому, если где-то там кто-то производит какие-то деяния с животными непонятные, которые нам абсолютно непригодны, там, половые сношения, например, это не говорит, что мы такие же, как и они. Понимаете? А вот кто-то там услышит и скажет, а вот на территории России кто-то там это сделал с баранами или с ослами, и теперь на все русские с баранами, с ослами. Но вот это из-за той же глупости. Поэтому давайте немножечко чуть пошире смотреть, давайте немножечко все-таки включать голову, включать здравомыслие и понимать. Земля обширна по территории, во времени достаточно большой период, разные племена населяли, кто-то уходил от конов и поконов, кто-то жил как звери, кто-то жил как азы. Поэтому давайте и будем смотреть несколько по-разному, а не валить все в одну кучу. Вот у меня такое предложение. Согласен. Идем дальше. Хаврушечка, вопрос эфир номер один. Знакомый из поморов рассказывал, что чуть ссылали неуправляемых подростков на остров, возможно, Британия. Что думаешь, уважаемый гость и ведущий? Я говорю, что на самом деле вот этот элемент переселения народов, он продолжался тоже не одно столетие по большому счету. И часть народа перемещалась, часть оставалась. Поэтому легенд с одной стороны много, а с другой стороны вот сейчас мы как бы множество легенд благодаря определению гаплогрупп и возможности их перемещения. Сейчас карты достаточно неплохо составляют, поэтому легенды сейчас уже через, когда мы историю немножко поближе к науке подтягиваем, мы получаем достаточно интересные результаты. Ну, как бы имея какие-то источники, которые реально у нас есть, те источники, которые являются элементами официальной истории, мы сверяем и, в общем-то, получаем уже более полную картину. Поэтому можем уходить на 20-30 тысяч лет в глубину, но на сегодняшний день это важно, но не настолько. Важно нам понять, кто мы сейчас и почему мы здесь оказались и что нам делать дальше, опираясь на древность, доступную нам. Да, у меня вот, я по себе просто скажу, чтобы понять, есть представление, взятое из официальной истории, есть представление, которое я получаю в беседах и в чтении чего-либо древнего. Вот, к примеру, с Урером общаемся, он мне что-то рассказал, так я, ага, так, пообщался с другим, он мне что-то рассказал, взвешиваю, и вот так вот это здравомыслие, да, фильтр где-то включать, где-то еще что-то. А есть еще так называемая родовая память, есть еще понятие совести. Вот когда у меня родовая память, совесть, то, что мне рассказывает кто-то, или где-то я прочитал о чем-то, или историки официальные говорят, складывается, отфильтровывается вот это все наносное, вот тогда понимает, понимание происходит, как бы я себя вел, оказавшись в той ситуации, применяя те знания и ту информацию, которую я от кого-то получил. И если я понимаю, что в том случае, когда идет война, я, основываясь на своем мировосприятии, поступил бы вот так, или вот так, или вот так, то я тогда понимаю, как жили люди в те времена, когда вокруг реально была война, когда были наемники, когда разрушали, когда какие-то племена приходили, которые там засухой были выгнаны, например, или наоборот наводнение, или ледник попер, там, да, и надо было куда-то деваться, а тут другие живут, что с ними делать-то? Ну, кто-то ужился рядом, кто-то поделился, как это асы делали, да, там, выделили на дел, живите, а кто-то просто брался за оружие и начинали черепушки ломать, вот, поэтому у каждого свое мировоззрение, которое исходит из совести, из генетических основ, из родовой, там, памяти и так далее, вот, вот это все надо иметь, и поэтому переселялись рода очень много, и поэтому на этой, на этих британских островах, там, куча народа поселено, которые и к русичам отношения имеют, и к скандинавам отношения имеют, и к кому-то там не имеют отношения, поэтому вот так вот говорить, что кого-то там ссылали, вполне возможно, что и чуть туда ссылало неуправление подростков, но, может быть, это каким-то образом сейчас в высших королевских этих там коровях проявлено, не знаю, может, они там чуть белоглазые, так, шутка, конечно. Так, вопрос номер два, тхаврошечки, яицкое или уральское, южноуральское казачество и помора имеют одинаковый говор, промыслы, это один этнос, благодарю за ответы. Ну, как бы, по-моему, потому что вроде сталкивался и с теми, и с теми, но сейчас что-то, наверное, не, все-таки говор немножко разный, немножко разный, потому что там все-таки у помора более глубокое О, насколько я помню, у яицких, уральских казах, у них более отрывистая сама по себе речь, у них там нет такого особого деления ни на А, ни на О, оно там как-то такое более, ну, это всему уральскому региону свойственно там в большей степени, что характерно, и на Дальнем Востоке сейчас примерно тот же говор услышал, почему там когда обряд проводили, я думаю, а вот Тартария же тоже здесь, она нас слышит. Ну, я не исключаю, на самом деле, что, в общем-то, какое-то пересечение там было, и переселение вполне возможно племена казах. Я не буду спорить, потому что промысел эти были, рыболовы больше, казаки тоже там занимались рыбной ловлей достаточно много на Урале, вот на реке Яек Урала нашей. Ну, как сказать, один вид деятельности не обязательно один говор, потому что, ну, сейчас дословно не вспомню, ну, потому что сталкивался с поморами, сталкивался с этим, все-таки говор разный, насколько я помню, немного. Вопрос эфира от Дмитрия Здоровен всем. Кто жила в времена Рюрика на территории Северной Америки, Аляска и далее на юг к экватору? Благодарю. Времена Рюрика? Ну, здесь я уклонюсь от ответа, если эти, Алексей, есть что-то, как сказать, потому что, как сказать, алтайцы, понятно, перешли, стали индейцами. Индейцы жили, значит, русы переходили, потому что, как бы, часть алтайских народов пошла на восток, часть на запад. Вот, принцесса Укок, там, три с половиной тысячи лет. Это все рыжие, как бы, белые, соответственно, и рыжие, белые тоже там были. Подразумевать, наверное, можно, но, как бы, безусловных подтверждений или отрицаний нет у меня. Алексей? Да, я думаю, что не одни же только те ребята, которых ты назвал, были такие умеющие ходить. Туда же могли переселяться и те, кто являются более белокожими, к примеру, Алтай, он же выход как раз там огромное количество рыжеволосых, зеленоглазых, потому что, по сути, как три три расы первичных, там, светлые с голубыми, серыми глазами, рыжие с зелеными глазами и черные с карими глазами. Вот, собственно говоря, это все остальное уже как бы производные сегодняшнего дня. Ну, не черные, брюнеты. Ну, брюнеты. Я имею в виду по волосам. Да, темные волосы. Темно-каштановые волосы с карими глазами. А то сейчас скажешь, что-то как накинуться. Ну, я вам проговорил. Говорился. Признаю. В общем, на мой взгляд, на мой взгляд, те подтверждения сейчас археологические, которые вот всплывают из Америки, они, ну, вспомните этот знаменитый фильм, который, любительский фильм, когда человек идет по пляжу и говорит, о, смотрите, лики богов, лики богов, белых людей вот реально лежат на пляже. То есть, откуда-то их привезли. Ну, понятно, что их не из России привезли. Понятно, что они с Уралы привезли. Это где-то местное что-то такое. Какие-то были храмы, капища, где были лики. И вот эти вот лики, чуры, они сейчас разрушают, где-то там в каменоломни их превращают, сбрасывают, и потом везут вместо отбойников, чтобы море там по ним хлистало, и вот загораживают от моря. Вот этот же фильм, сколько? Года три, наверное, уже, как он появился. Это говорит о чем? Ну, явно там не монголоидные, не индийские, там явно наши родичи. Поэтому я нисколько не исключаю и нисколько не отторгаю той версии, которую в свое время многие ученые, и там Левашов можно вспомнить, он тоже очень активно это пропагандировал, что обратите внимание, Европа хорошо нарисована, даже Африка нарисована, Южная Америка прорисована, а Северная Америка вот до сих, и все, а дальше пустота, дальше нет ничего. Почему? Ну, потому что не пускали, да? Я не исключаю этой версии, и мне, как русскому человеку, она очень импонирует, она мне очень нравится, но прямых доказательств, кроме вот этих обломков пока, и утверждения индейцев о том, что белый бог с бородой, там светлые волосы, светлые волосы, светлые глаза, он с ними простился, сказал, что я еще вернусь, и он, ну, не он, они давали боги, культуру им давали, и так далее. Ну, о чем-то это говорит, значит, и упоминания индейцев, самих, которые, понятно, кто они, да, когда в Берешейку там переходили, вот, упоминания тех индейцев, которые сейчас живут, что там много русских людей, на Аляске было до того, как старообрядцы туда бежали, и переселялись, вот, потом дальше, вот эти вот лики, обломки, откуда-то взявшиеся, тоже указания, карты вот эти, с белыми пятнами, и так далее. Косвенных указаний, а может быть, даже что-то прямых, много, но если бы там было слово Русь, например, написано, там, или Тартария, там, Америкас, да, к примеру, условно, кавычках, то это было прямое указание, но пока я такого не встречал, а так вообще, ну, складывается так пасьянс, что там из этого посмотрим. Так, дальше, вопрос эфира от Олега из Иркутска. Заповеди богов гласят, что жизнь священна, ты ее не давал, тебе ее ты мать, а если ты кого-то лишаешь жизни, то сокращаешь свою жизнь соответственно. Но в Велесовой книге описывается жертвоприношение коней богам, дощечка номер 36а, и приносили сыновья тех коней жертву богам, и боги вступались за них, и воздали Дусянам по заслугам их. Но на том мы должны поучиться и не делать так, как во времена антов. Также в фильме «Легенды о князе Ольге», о княгине Ольге, князь Святослав сначала хотел похоронить с княгиней коня по древним обычаям, но по его завещанию нарушил традиции. Но это как-то не соответствует наставлению русских богов. Поясни сей момент. Олег из Иркутска. К тебе или ко мне вопрос? К тебе, конечно. Отдувайся. Попробуй отдуваться. Я говорю, я просто только что отвечал, я говорю, что наши все-таки мировоззрения, наши морально-нравственные оценки, они как бы не попадают в то, что было там, условно, тысячу лет назад, полторы тысячи лет назад, потому что оценка и человеческой жизни, и жизни животных, вот просто последний так, околоязыческий фильм, назовем его, «Аватар», там вот этот элемент отчасти рассмотрен, когда ты понимаешь единосущность всего и как бы вечное коловращение сил и времен, ты понимаешь, что как бы вот этот элемент, там как вы называете, принесение в жертву или еще что-то, это как бы часть сакрального события. Почему я говорю, что и, не знаю, смотрели, не смотрели сериал «Викинги», там вот как бы вот этот элемент, что викинги собирались, раз там в несколько лет шли в основное храмовое место, и там как бы кто-то из викингов себе приносил жертву по... Потому что по их верованию было, и по-нашему, собственно говоря, тоже, что тот, который вот таким образом себя принес в жертву, он сразу уходит в Волгалу и на хорошей позиции, на хорошем положении. Это было таково верование. И, собственно говоря, исходя из своего верования, они не потому, что, как сказать, боги кровожадные или простые же, просто этот способ перехода из яви в светлую нафь. Так они его выбирали. Хорошо это или плохо, отсюда мы, глядя, не скажем. Что бы мы ни сказали, это будет неправильно и не то, потому что мы не понимаем всей тонкости, ни самого бытия, ни самого бытия, которое там происходило. Мы это можем, так сказать, только предполагать, и, условно, со своей жердочки сегодняшнего дня достаточно узкого понимания там толковать то или иное. Поэтому мы говорим, что принесли коня в жертву, не принесли коня в жертву. Это уже, как сказать, все больше попахивает активистами партии «зеленых». Условно, таракана надо оставить живым, потому что иначе это будет жертвоприношение. Поэтому мы, я говорю, с сегодняшнего дня мы смотрим и видим одно, как оно было по-другому там. Оно было по-другому. Это четко надо понимать. И не вопрос, как сказать, хорошо это или плохо. Надо сохранять животных, не надо сохранять животных. Вон у нас, кое-как количество у нас катабойников, жертвоприношений каждый день производится. Почему-то никто туда не приходит и не кричит, что вы так злодейство совершаете. Нет, спокойненько жарит себе котлетки, бифштексы и поедает. Алексей? Страшные вещи рассказываешь. Ночь на дворе. Люди спать собираются. Завтра трудовой день. Конец. Они думают, ждут этот день пятница. Ну, просто, как сказать, условно приходится не то, что такое ощущение, что, а вот ведь говорят же, что вы злодеи, что вы злую мышку в мышеловку загнали, жертву ее принесли. Да не было такого. Отпустили мы мышку. Вот. Ну, как бы жизнь, она реально многогранная. И как бы просто наше отношение к смерти, оно другое. Мы значительно слабее в этом плане наших предков, потому что часто цепляемся за то, как это, не понимая своего пути вечности, восприняв эту доктрину христианской, так сказать, о конечности бытия. Мы цепляемся за нее там сверх всякой меры. А предки наши знали, что ты пришел, отправишься, и придет время, ты вернешься опять к своим родовичам. И если, как сказать, и жрецы высшие себя тоже возносили сами на огонь, еще живьем бывало, для того, чтобы отправиться посланникам быстрее, попросить за роды. Было ли это жертва, или это было самопожертвование? Самопожертвование хуже жертвы или лучше? Вот у нас вопрос. Ну здесь, наверное, мне кажется, все-таки выдернуто из контекста фраза, потому что здесь, например, не заканчивается, как во времена антов, потому что там есть дальше продолжение. Эти анты завоевали мечом многих, но погубили дом свой, поскольку на чужбине никто домов не строит. А вот арей. Отец идет перед ними, и Киев ведет русов. Ищек ведет племя свое. И Хорев, Хорват с ними. И так далее, и так подобное. И перед этим есть, почему они приносили в жертву коней, потому что зеленый стал размокший, птицы сва, и так далее. Там много еще про Симарова говорится. Мне кажется, здесь как раз указывается про то, что был некий упадок и отхождение. Вот я же не даром начал рассказывать о том, что была более древняя история. И вот когда мы касаемся уже Велесовой книги, это же не самая-самая древняя история. Это, в общем-то, по сути, не так давно и было, по историческим-то меркам. И здесь уже описывается то, как жил народ уже в Тилика, когда многие устои были порушены. И когда уже была и Византия под боком, и Хазария была под боком, и там она же в долгие пилични, не в один год, а год все было написано. Там много что упоминается. Поэтому не надо из контекста что-то выдергивать, смотреть целиком. А что там было? Что там птица сва, май сва сделала? Что там сделала огонь Симаргал, который пронесся на наших отцов, и Галунь там разрушил и сжег? И так далее. Вот не надо однозначно принимать. Вот как-то все время вытернем фразу, и по ней там целый диссертацию строим. А то, что перед ней или после ее внимания не берем. По-моему, это наша проблема современных. Я не знаю, что это правильно говорит. Мы все примеряем в современном теле перед телевизором, да? И воспринимаем в себе, что также вот наши предки перед таким же телевизором сидели, смотрели и пивко попивали. Так что это так однозначно. Так, дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Легенда из рабского труда. Маджалал от Та Варах гласит, и хазар от одной матери и отца. Также в поэме Пушкина Руслан и Людмила упоминается хазарский панк Раджи. Алексей, извини, что-то прерывается, не все слышу. Вопрос-то целиком еще раз. Ну, в принципе, прочитать это, ты же в чате нашим находишься, но еще раз, да, прочитаю. Олег из Иркутска пишет, что легенда из рабского труда Маджалал от Та Варах гласит, рус и хазар от одной матери и отца. Также в поэме Пушкина Руслан и Людмила упоминается хазарский хан Ратмир, русское имя. Отсюда не была ли война с так называемым хазарским каганом, обычной гражданской войной между русичками, какая сейчас гремит на юго-восточке Украины. Да и так называемая звезда Дейда встречается на храмовых комплексах и вполне вероятно эта символика была прихватизирована товарищами семьями. Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, смысл, если я правильно понял, да, если что-то не так, Алексей, меня поправишь, что подразумевается, что хазар родной материал и хазанский хан Ратмир у Пушкина. Я уже и говорил сегодня, что хазарский каганат на тот момент, да, вот на момент максимального влияния по большому счету, что при Черноморской и Тепи и туда и туда до Дуная практически и на восток до Аральского моря все все народы, которые там прожили, были под рукой. Собственно говоря, это было в какой-то момент практически целиком исключением земли, наверное, Ногородской. Но так как вот произошло слияние то Киев вошел в союз через Варяжский ход с Новгородом, они обрели ту силу, чтобы ну, как сказать, повоевать насчет этого. А то, что разные племена безусловно обозначали, допустим, себя как Русь или Словение, это не значит, что они все обязательно должны были быть на стороне. Точно так же одни там по какими-то политическими, экономическими и прочим причинам могли полностью расслабиться, примкнуть к Аганату, царскому, другая часть могла подкидить и соответственно просто выглядеть или там выглядела как Горзанская война. Там не надо далеко ходить, сейчас я говорю. На нашей территории происходит подобное. Там людей никак не разделить, никак не различить, но они почему-то по-разному вороку сидят и, собственно, совершенно не жалеют друг друга. Хотя мы себя там увеличаем, тем, что мы более-менее цивилизованные. Я хочу отметить. Дело в том, что здесь скорее всего указывается на большинство народа, населявшего Хазарию и Русь в то время. То есть, к примеру, есть какая-то страна, условно, сейчас пальцы не показываем, где большинство людей в этой стране являются одной страной. Так получилось, к примеру, что в этой стране другая национальность находится на вершине власти. бывают такие парадоксы, да? Вот. Ну, кто-то призвали того же самого Рюрика по официальной истории, официальной, да? А он, якобы, не русский был, он пришел откуда-то тут. И получается, что он у правительства не Русь, если там бедность, а вот поднимите Русь. Вот представьте себе Канад, когда большинство людей все-таки больше 60% это были все-таки так или иначе русичи, остальные это были разные племена, разному называющиеся. Но управляли в те времена, опять же, поднимали исторические документы с определенной национальностью. И, в общем-то, они исполнили определенную религию. Вот, опять же, по описанию это было действо, нормально, все хорошо. Поэтому, когда, к примеру, опять же, возвращаясь в сегодняшнее время, кто из России едет за границу, его называют русским. Неважно, или это Татан, русский или Кавудурд, или русский русский, или русский это чеченец, его будут там называть русским. Поэтому, на мой взгляд, когда вопрос звучал, то там было описание, что большинство народа из Хазарии, наверное, можно сказать, Хазар, Хазар, или, как сейчас говорить, русский, это побратимы по матери отцу с теми русскими, русскими, которые в те времена жили. То же самое, как сейчас сказать, вот все русские, они, вот сейчас обращаюсь к современному времени, они там побратимы с украинцами или с белорусами. Вот примерно то же самое. То есть, вот, мне кажется, отношение в те времена было примерно то же самое, как их сейчас. Называли по большинству. То есть, Хазарами называлось, почему? Потому что они жили в Хазарском кабинете, поэтому Хазарами все называли. Но при этом они были русские по племени, по крови и так далее. Поэтому русичем они были побратимы от одной матери, от одного отца. Так что, на мой взгляд, здесь очень просто все объясняется. В современности много тому примеров. Вот в Украине, с белорусами. когда Хазарский кабинет является каким-то моно-этничным государством, это неправильно. Надо понимать, что все перемешиваются в большой степени, что не было письмо на этнише один, но поле здесь моно-этнише на другое. Это конгломерат племен, даже в общем государство на тот момент, как империя германии были. Алексей? Да, но при этом их все называли Хазарами. Вот, потому что они жили в Хаганате. Вот, и весь, кстати, вот этот вопрос, а почему Святославу удалось так просто и быстро разгромить Хаганат? Да потому что русские с русскими не воевали. Вот и все, они просто пропустили через свои земли и примкнули. Потому что поняли, что свои идут и надо помогать. Поэтому и войнушки как таковой в Хаганате не было в Хазаре. Вот и весь вам ответ. И поэтому многие племена, которые по-разному называли, они по сути были поэтносу русские. И поэтому они примкнули просто и воевать не стали Святославом. Поэтому очень просто Хаганат сдался. Фу. Так, идем дальше. Я сейчас, конечно, барахлит, так чувствую, но попытаемся закончить эфир. Сергей Леонидов. Вопрос в эфир. Земной поклон Алексею Сурьярам. Сурьяр, что с книгой? Что с книгой? В ходу. Ну, как бы редактируется, собирается. То, что было сказано. Лето выдавать с поездок много, потому что по грунте надо достаточно серьезно иметь, чтобы сколоведающих сноситься и все, сплетать. Мой петель больше сейчас собран, я думаю, не так быстро, как может бы хотелось бы. Тут лучше не торопиться, чтобы не то самое. Но серьезные вещи надо серьезно подождем еще лет подождем батет. Я предлагаю сейчас буквально на две минуточки нам прерваться, попробовать связь остановить, потому что хрюкиваю местами. Вот, и сразу продолжим. продолжаем разговор. разговор, связь, на мой взгляд, совсем все-таки наладилась, но так и иначе попытаемся говорить помедленнее. Из этого получится. 27-го кг 2016-го года, на одном современном календаре 30-го месяца божественного начальства, 25-го лета тенек. Мы говорим в передачах, в череде «Школа мудрости» про то, кто есть русский, автор свидетелей, сурей. Ну, надо пытаться нам отвечать на вопросы. Слышно меня? Так, не слышно. Отключается. что же у нас сегодня в связи такое происходит? Как только начинаем говорить про жертвоприношение или про ганат, сразу связь обрывается. Здесь, да? Да, здесь. Да, ну, хорошо. Продолжаем разговаривать. Продолжаем разговаривать. Значит, с книгой разобрались, книга, как говоришь, редактируется, все нормально, все хорошо. Когда будет выпуск, известно, неизвестно? Нет, пока нет все-таки. есть определенные правила, немножко как бы отлежаться должно. Понял. Идем дальше. Вопрос эфира Олега Изеркла. Как думаешь, почему в труде повесть временных лет, да и в других источниках, слабо описана битва Святослава Игоревича Казарами? И какую литературу про князя Святослава Игорева Сказарами, Болгарией, Византией лично ты посоветуешь прочитать? Благодарю. Ну, я бы тут наверно воздержался от того, чтобы безусловно совет какой-то как-то труд, потому что каких-то литератистных изводов о жизни Святослава и его движения практически нет. В основном все-таки у нас художественная литература, поэтому наверно воздержусь от того, чтобы советовать. святославитович. Понятно. Следующий, да-да-да-да. Следующий вопрос Сергея, сын Леони. Вопрос в эфире. Алексей, как... Алло. Алло. Алло, алло, наверное, слышал. Слышно, да. Но это к которому, что меня на сервере. Как это ко мне вопрос? Как понимать мое изречение убрали волхвов? Кто волв, который позволяет себя убирать? Я же специально сказал, что русичей никогда не воевали, если на то нет причины. Если приходит враг, то в этом случае понятно, что он враг, понятно, что здесь что-то произошло. Понятно, что или с этой стороны что-то не так в отношении, либо с той стороны что-то не так в отношении к тебе. В этом случае с врагом вели переговоры с врагами, воевая при необходимости врагов, побеждали. А если мы говорим про то, что это наемник, то в этом случае он энергетически даже врагом не является. Он получил деньги, не имея враждебного отношения, получил деньги, чтобы тебя уничтожить, убить. И поэтому многие люди, будущие людьми в современном понимании, они не могли себе представить, что кто-то без причин придет и будет тебя или твою родню убивать. Во-вторых, наемники очень часто приходили без объявления войны, приходили с точки зрения вырезать село или семью заказную или кого-то еще. Ну, как кивера поступает. Идет человек, наслаждается природой, нюхает цветочки, вдруг раз пуля прилетела к утопь ему, он упал и лежит, все, смотрит в небеса с открытыми глазами. Вроде ни с кем не враждовал, ни с кем не дрался, никого не обзывал никак, но при этом уже не живой. Вот примерно такая же система. Когда наемник приходит воевать, он не воюет, он уничтожает, он убивает. И естественно, что волхвы высшего посвящения, они об этом знали, и они оставляли какие-то о себе или после себя или назидания кому-то, оставляли какие-то повествования, заповеди, писания, устные какие-то речи и так далее, на учение или на учение. Но ведь помимо высших волхвов все были другие. Это первое. Во-вторых, необходимо понимать, что наши родичи, те, которые жили по праве, они жили по тем конам, которые вселенные. И поэтому прекрасно знали, что приходит темное время. и в этот ринг наступает, что-то будет происходить такое, что они не должны исправлять, не могут исправлять. Поэтому кто-то ходил куда-то, кто-то с собой кого-то уводил, кто-то что-то оставлял и так далее. Но кто был далек от этого, попадал под раздачу. Или не до конца был посвящен, попадал под раздачу. Вариантов огромного количества. Не воспринимайте все однозначно. Если Волх, то он очень-очень умный, сидит на компьютере по клавишам, шпарит, и у него экран прописано, что будет, кто к нему придет, и кто будет стрелять и резать его. Не так однозначно. Но я надеюсь, я ответил. Я говорю, вопрос эфир. Крепкого здравия, сурья. Мне отец часто при разговоре ставит укор нашей веры, что, мол, я язычник, а, что, мол, язычники убивали своих немощных родителей. Что скажешь по этой теме? Ну, это как бы по меньшей мере благоглупость, а так, скорее всего, просто чей-то недоброжелательный вброс, потому что у нас, как сказать, чем мы всегда гордились, это память у своих предков. соответственно, самые ближние к нам предки наши, это деды, прадеды наши. соответственно, задача наша была, и она и сейчас стоит, что они во всей полноте и возможности сохранили свою силу до того времени по камеру свою бытия они здесь изменят и отправятся в светлую нафь. Соответственно, никто никогда их не, ни в коем случае. Там есть какие-то сказки, которые там ходят в народах, что вот, типа, вышел какой-то царь и сказал, что, типа, от стариков надо избавляться, ну, типа, послушали стариков, унесли в лес, а некоторые там спрятали своих стариков. Так вот, кто стариков спрятал, у тех все потом ладилось, потому что мудрость стариков осталась с ними, они говорили, как и что делать. И потом уже рассказали условно этому царю, что вот нехорошо так со стариками вступать, я отменил этот царь свой указ. Дурацкий указ. Да, 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 такие сказки ходят, ну, само по себе у нас, я говорю, нас говорят, а в чем суть вашего обычая родового? У нас культ, как я говорю, просто культ предков и культ потомков. Вот, потому что задача наша, чтобы род наш жил по правде, да продолжил всем вечности. Вот и все. Так, еще вопрос от Олега из Иркутска. В четырехтомнике словаря Даля купленного мною и целый том в тысяче страниц посвящен буквице покои, называется, то есть безмитерная, гармоничное состояние отсутствия возмущения и слов происходящие от этой буквы не является косвенным подтверждением того, что русский народ это мирный народ и отвечает только на агрессию. Благодарю. Ну, как сказать, это мы сейчас, наверное, такие более мирные отвечаем агрессии только на агрессию. Раньше народ был подвижный с одной стороны и я же говорю, в общем-то, особо эра гуманизма тогда еще не началась и не закончилась уже, как сейчас. Поэтому отношение к врагу было достаточно однозначно тем, как я сегодня объяснил, что, в общем-то, корневая основа у нас достаточно четкая, жесткая и воинская. А воин он воином не просто так зовется, это человек, который изначально учится тему хорошо и быстро убивать. И, соответственно, как сегодня делают наши войска, мы делаем это на дабежах, дабы эти рубежи не приблизились к нам. Наши предки в этом плане не были глупее точно так же. Если знали, откуда придет угроза, они могли туда выдвинуться сами. Но и здесь все-таки, здесь все-таки, вот ты пил это, правильно, на мой взгляд, потому что он как раз и написал, что агрессия на агрессии. Есть агрессия прямая, когда к тебе уже пришли и тебя стреляют, это непосредственная агрессия, а есть агрессия отложенная. Если мы знаем, что на нас готовится нападение, война, нам что ждать, чтобы положить своих как можно больше и все-таки зародышей погасить эту ситуацию. Конечно, лучше погасить зародышей. Поэтому то, что сейчас происходит в Сирии, это как раз тот ответ, который сейчас, можно сказать, делали в древности. То есть, если мы видим, что это все перейдет к нам, ну зачем нам эта проблема нужна? С какой-то стати мы должны ее допускать на своей земле. Так что здесь вполне современное представление. Последняя Великая война, она же, собственно говоря, обусловлена огромным количеством жертв, что мы не смогли сконцентрировать ситуацию и как минимум выровняться в позиции. Почему вот эти у нас миллионы жертв в начале войны, а по итогам войны, собственно говоря, было выбито почти все мужское население. Честно сказать. Зачем нам такие победы, где мы собственно говоря и оставим через два живых. Хорошо. Еще вопрос. Сейчас здесь вопрос-эфир от Вилимира. Неужели противоречий не видите между престолом лобного наследия, передачей власти по наследству и копным правом, по которому князя избирали? Если было копное право, то не могла власть по наследству передаваться. Избирали лучшего. При этом часто мог сын быть лучшим, но никакого права наследования власти не было у славян. А вот по появлению престола наследия можно определить примерную дату воевания Руси иудеями, ибо это их обычай. Появление престола наследия пошло со времен Рюрика. и то в течение порядка двух веков благодаря Новгородской республике утверждалось. А потом все пошло в тартарары, потому что начались эти удельные княжения и удельные войны, и соответственно Единая Русь как таковая перестала существовать, потому что дом внутри себя начал воевать. Поэтому конечно по крупному праву мы знаем, что князь был выбран и никакого наследования там не было. Если там сыну передавалось, то реально он был лучше. Не меньше и не больше того. Здесь даже слово выбранность не совсем подходит, а скорее всего подходит назначенной, потому что сохранилось такое понятие слуга народа. А вот слуга народа это как раз тот, который назначен на служение именно народу, от которого он имеет корни, в котором его корни проросли, из которого он сам возрос, и он теперь служит этому народу, этому роду. Поэтому копное право оно все-таки не избирательное, а назначательное, лучшего из лучших. Это потом уже стало слово выбирать появилось. Ну, выбирали, но назначали. То есть здесь можно соединить два слова выбора и назначения. Окончательное было все-таки назначение. Вот ты достоин, мы считаем, что ты достоин, ты справишься, мы тебя назначаем. Кем? Сотником, тысячиком, грубо говоря, посадником, урядником или кем-то еще, в том числе мы князем, условно, копеном, ну, кем угодно. То есть назначаем, но выбираем из достойных, а потом из достойных назначаем. Мне кажется, все-таки вот это было бы правильно, если об этом говорить. Естественно, что разрушение произошло, как правильно Элимир написал, разрушение произошло, когда вот эти поконы были разрушены, когда стало передаваться полнотеству. Так, еще вопрос Ратимир задает. Ратимир задает вопрос, часто используемый в сказках и поестях. Гой, еси, добра, молодец. Переводится кто ты есть. А что означает само слово гой? Можно разложить по буквице или как-то еще? Ведь его еще часто используют в библейских писаниях и не подтверждают, что оно не наше. Ну, в библейских писаниях все равно это библейские писания, так называемые русского перевода, поэтому это русское слово безусловно. Просто гой есть, если с гойом, это разбирать уже, Алексей, ты можешь сказать, что она. Мне сейчас не хочется ударяться в переводы, я думаю, если мы библейское поднимаем что-то, надо понимать, что библейское это все-таки... Не библейское слово, это просто в самих переводах оно уже в стороне. Да, да, я понимаю, я говорю про то, что библейское все-таки это то, что относится в первую очередь ну, как бы сказать, не к нашему народу. Вот, а если кто там всегда есть противодействие, кто-то называет нас русичами, кто-то нас называет боями, кто-то называет еще так, кто-то урусами называют, да, поэтому какая традиция, такое может быть описание и такие могут быть переводы, поэтому если в одном случае у нас Гой и Си это приветствие относящее к чему-то такому возвышенному, то есть положительное, то у всех народов Гой это как-то вот противник Гой, как-то унизительное Гой. У нас было из Гоя, то есть изгнанный из Гоев, вот это у нас было, что если слова существуют у нас и в поговорках, и в сказках, и когда из Гоя выгорали, это было унизительно плохо, а когда говорили Гой и Си, это было уважительно и хорошо, и если какие-то народы, которые считали недругими русичей, то там как раз писали, что Гой это человек для вас в того как минимум сорта, который может быть таким-сяким, пятым, входящим в ваш круг, который можно вобрать, умертвить, ну что угодно сделать, то есть почитайте, там все написано. Ой, я кумаю. Да, вот давайте так, ну, к примеру, есть такое скалоты, да, вот ты поминал, там, скалоты, скаляне и так далее, а ведь у многих родов скаляне, да, считалось как рабы, то есть почему считали, что они рабами, что ли скаляне или славяне, да не были не рабами, просто их чаще всего захватывали, потому что они крепкие пытались в рабы приставить, поэтому нарицательно также называли, вот скаляне называли рабами, поэтому оно и присутствует как раб в разных интерпретациях. это примерно то же самое, как слово имя Наташа сейчас в южных странах, в частности в Турции, да, это означает проститут, но ведь не все же Наташи проститутки, но то же самое здесь, если кто-то вас назвал рабом, это не означает, что вы раб, если кто-то вас назвал русом, да, это означает, что вы урус, если кто-то вас назвал боем, это в плохом смысле это слово, это означает, что вы в плохом смысле, что вы как живот, то есть Давайте по-своему всё-таки мыслить, по-своему себя называть. Если у нас есть го и се, добрый молодец, это уложительная форма. Если славянин – это тот, который всё-таки высшая форма общения, как некоторые говорят, с богами, славящие что-то, славящие что-то, славящие и так далее, то в этом случае давайте как-то к этому относиться, а не слушать какие-то там помыслы каких-то очень умных дядей, непонятные родословные, которые придумают вам историю. Но, на мой взгляд, своё надо поднимать и с уважением относиться к другим родам, к их истории, но при этом не забывать свою. Другие же народы уважают свои традиции, о чем говорили. Уважают. Значит, мы тоже должны уважать. И если враги нас пытаются рассорить, мы должны что делать? Противовес врагам – дружить. Если кто-то нам пытается нарисовать чуждую нам историю, что мы противовес врагам должны сделать? Мы должны поднимать, искать своё прошлое, восстанавливать свою быль. Ну вот, мне кажется, как-то так. Ну, наверное, с вопросами всё уже закончено на сегодня. И время у нас как раз. Да, как раз время подходит. Нам надо только сказать несколько добрых слов, подвести черту под нашим эфиром и в конце пожелать всем добра, счастья, что-то доброго, светлого. Пожалуйста, подводи итог. Долгенько. Ну, я уже его сегодня отчасти подводил, когда, как-то, говоришь, закончил доклад. Я всё равно ещё раз повторю, как я всегда, я не боюсь повторять, надеясь, что меня услышат. Это главное для меня. Что, как бы, век мне очень лукавый. И, собственно говоря, мы уже во многом утратили развлечения как бы между ложью или кривдой и правдой. И многие из наших людей, многие из своих делают не совсем право, а часто все по кривде. И поэтому я бы всем хотел пожелать, и имея на это дело большую надежду, что каждый, обратясь к себе, обратясь к предкам своим, обратясь к светлым предкам нашим богам, всё-таки услышит в сердце свою правду и поймёт, что по правде только мы можем с событием правильно отсоединить друга в едином бытие. Поэтому ищите правду, и пусть у нас будет правда единая, русская. Вот тогда мы и станем Русью и по жизни своей, и по ходу своему, и по званию своему за русскую правду. Хорошо, хорошо. Вот здесь Ягриша приводит из справочника надпись, что Гой-Си, позднее, это же искажённое, Гой-Ясы. Вот такая версия. Это прекрасная, величайная формула значений, которой содержится фраза «будь жив» или «будь здоров». То есть ЕСИ. Очень хорошая версия, не знаю, насколько она точная, не могу ничего подтверждать однозначно. Ну, потому что слово «вой», да, оно как бы обозначает воина. «вой» тоже значит, что как бы вот по расшифровке, потому что по буквице, ну, несколько просто значений этого слова есть. А так, «гой» ты есть, «каков» ты есть, «идёшь» куда. «Гой» ты ищи, «добрый молодец» куда идёшь, «добрый молодец» чаще всего. «Го» – это движение, да, «идущий» куда ты. «С кем?» И с делами идёшь или от дела? И как там? Дело пытаешь или от дела лытаешь? Да, да, да. Ну, версия вот такая существует, версии множество, опять же, существует, на каких-то мы сейчас останавливаться не будем, поэтому я и не хочу сейчас в буквицу вдаваться и что-то переводить. Я ставлю это на рассмотрение наших радиослушателей, всё-таки надо мозгами пошевелить, и тогда будет вам счастье в жизни, улыблётся удача. Я напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 27 октября 2016 года четверг, одному из старинных, 37-го месяца божественного начала 7535 лета третейник, мы проводили очередную передачу из череды передач «Школа родовой мудрости», называла «Кто есть русский», автор совершенствующий Сури Яр, очень мне понравился эфир, очень много было помнят, благодарю, Сури Яр, за твою участие, за интересное повествование, наших радиослушателей, которые принимали участие в обсуждении в чате Народного славянского радио, также благодарю, молодцы, развивайтесь, изучайте наше прошлое, только таким образом мы все вместе как-то достигли того, о чём очень часто помышляем, и о чём очень часто говорим, то есть того самого светлого будущего, где нет войн, разрушений и каких-то гадостей, где всё будет устроено так, как завещали наши велико-мудрые предки. Прощаюсь с вами, до встречи, друзья мои, с вами был Народное славянское радио, Алексей Вилов, услышимся. Народное славянское радио. Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова